МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет. Можно поговорить? Я тебе все уже сказала. А я нет. Это не мои проблемы. Дай мне минуту. Я все объясню. Не надо ничего объяснять. Мне и так все про тебя ясно. Пожалуйста, я очень устала. Инночка, два слова. Мне нужно только два слова. Хорошо, Протасов. Два слова. Прости меня. Нет. Это все? Это все, что ты мне можешь сказать? Инна! Стой, послушай меня! Неужели все, что между нами было, для тебя ничего не значит? Отпусти дверь. Ты не можешь просто так взять и выгнать меня, как обгадившегося щенка. Я все могу. Дрянь! Ненавижу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваня, это ты? Ты? Пошел вон отсюда? Слышишь меня? Или ты сейчас же убираешься к черту или жалеешь всю свою оставшуюся жизнь? Слышишь? Ваня, это дурацкая шутка. Слышишь меня? Мам, мы опаздываем, а у меня первым уроком контрольная. Ты не опоздаешь. У нас еще есть время. А почему ты не в форме? Ты же выходишь на работу. И что? Я думала, у полицейских есть форма. Как в школе. Но я же следователь. И у нас не так все строго. А форма у меня на работе. А полицейские следователи, это разве не одно и то же? Ну, есть некоторые различия. И если ты будешь меня отвлекать, мы точно опоздаем. Давай, пойди к папе и узнай, приготовил ли он завтрак. Он в процессе. Приятного аппетита. Спасибо, мама. Чем занят? Решил, что пора что-то изменить в жизни. Этой фотографии год. Ну и что? Пусть люди знают, что у нас все хорошо. Так у нас и так все хорошо. Разве нет? Если не считать, что я полгода сижу без работы, то да. Инна Станиславовна, доброе утро. Инна Станиславовна. Ты учебник для Веры заказал? Учебник? Ну я же тебя вчера об этом просила. А еще я сказала, что сделать это нужно обязательно, потому что в начале недели у Веры начинается новая тема по-английскому. Ей нужна эта книга. Давай не будем делать из этого драму. Закажу. Мы же не в пустыне живем. Есть экспресс-доставка, магазин. Мы решим этот вопрос. Мам, поехали. Так, а что с работой? Ищу, не нахожу и расстраиваюсь. Не расстраивайся. Но продолжай искать. У тебя все получится. Спасибо за поддержку. Вечером родительское собрание. Не забудь. Да помню я все. Мам, я заметила, что ты постоянно говоришь папе, что у него все получится. У папы сейчас сложный период. Я пытаюсь его поддержать. А что в нем такого сложного? Он целыми днями в компе сидит. На урок опоздаешь. Спасибо. Доброе утро, Антон Ильич. Ну, здорово, мать. Ну что, как ты, не придумала из домохозяек выходить? Нет, Антон Ильич, дайте до кабинета доехать. А вот и не дам. Сейчас пришлю тебе адрес, дуй сразу туда. А что случилось? Да тело. Я, конечно, Вихрова хотел поднять, но он что-то в области застрял, так что ты уж не обессудь. Сейчас пришлю, давай. Давно? Время смерти в районе полуночи. Плюс-минус полчаса. Там работница. Принято. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут майор Юрченко. Есть к вам несколько вопросов предварительных. Прошу прощения. Не могу никак отойти. Я понимаю. Как давно вы работали на госпожу Елисееву? Год. Может быть, чуть больше. А что входило в круг обязанностей? Уборка. Все? Еще по мелочи. Магазин сходить, я не знаю. Вещи с химчистки собрать. Это понятно все. Должен спросить. Ссоры, конфликты между вами были? Какие конфликты? Ну, бытовые. Товарищ майор лейтенант, я прошу прощения, я разве вам не сказал пробежаться по этажу опросить возможных свидетелей? Нет, не сказали. Это упущение с моей стороны. Понял. Дева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. Наташенька, собственной персоной. Очень рада вас видеть, Дмитрий Александрович. На днях мне рассказывали о твоем торжественном возвращении. Я помню, не поверил. Почему не поверили? Край муха слышал. У тебя дома все хорошо. Муж работает, карапузы растут. Резонно в наш маленький адок возвращаться нет никакого. Или у меня неверная информация? Ну, немного устаревшая. Ну, ладно, расскажешь, если будет желание. О, я смотрю, ты нормальным человеком стала. Не можешь спокойно на мертвых смотреть? Может, на шаты ряды эти? Нет, спасибо. Я должна сама справиться. А что здесь посторонние делают? Это не посторонние, Олег. Это Наташа Ласточкина. Следователь. Снова с нами. Надоело, видимо, дома с кастрюлями возиться. Отчего за странный ритуал такой с закрытыми глазами? Это зачем? Привыкает человек. К чему? Лет пять подобных пейзажей не наблюдала. А, извините, у нас тут не прибрано. Наташа, а ты с Олегом не сталкивалась? Юрченко. Юрченко. Майор Юрченко. А я Ласточкина. Помните, мы с вами встречались при взрыве в автобусе? Я еще за Покровским папку носила. Помните, вы меня как-то попросили хабарик потушить и выбросить? Очень трогательно. Я сейчас расплачусь. где я могу присесть? А, я сама нашла, спасибо. Ласточкина. Капитан Ласточкин. Значит, ввожу в курс дела. Убитая Елисеева Инна Станиславовна, бизнесвумен, владелица нескольких шоурумов, модного ресторана и агентства недвижимости. В разводе, детей нет, в квартире, кроме нее, больше никто не прописан. По словам ее домработницы, до недавнего времени Инна Станиславовна сожительствовала с неким Иваном Протасовым. Последние две недели живет одна. Чего у нас там еще, Дмитрий Александрович? На теле тридцать на живых насчитал. О, как! Словно дикий зверь терзал. Ну, это лирика. Кстати, орудие преступления. Не найдено. Не обна... Ирина, что-то срочное? Наташа, я прошу прощения, я не могу быть на родительском собрании, у меня отец заболел. Ирина, ну как же так? Я же на работе. А на собрании будет Сева. Так пусть он отчитается. Да Сева вообще в этом ничего не понимает. Ну, я тоже не могу папу оставить. Мне не хочу показаться без так, но... Это как вообще? Дистанционно. Любимица Покровского. А теперь следователи. Видать, папки за ним хорошо носило. Извините, Ирина, я больше не могу говорить. Простите, пожалуйста, товарищ майор, я просто глава родительского комитета, а у нас сегодня собрание и отчет. Ничего, ничего, если мы вам мешаем, мы можем уйти и труп забрать. Олег Михайлович! Да. Важно. Внемлю. Свидетель видела, как убитая вчера поссорилась с сожителем. Вот, вот, вот. Молодец! Сейчас пойдем побеседуем со свидетелем. А, познакомьтесь, девушки, это Ольга. Язык не поворачивается, назвать ей оперуполномоченной. Здравствуйте, Ольга, очень приятно. Здравствуйте. А это Наталья... Ласточкина. глава родительского комитета. Не спрашивай меня, что она здесь делает. Я сам без понятия. Пойдем, побеседуем со свидетелем. Пойдемте. Ну, знаете, я, конечно, не могу сказать, что от крика прям стекла вылетали. Но молодой человек был явно чем-то недоволен. А вы раньше этого молодого человека встречали? Ну, конечно, много раз. Но он всегда производил очень такое приятное впечатление. воспитанный, симпатичный. Иван, кажется. Точно, Иван. А в чем именно заключалось свое недовольство? Ну, знаете, я так уж прям не вслушивалась. Но он был с цветами, если это о чем-то говорит. Может, мириться пришел? Поругались, набедокурил, она его выгнала. Он подождал, пока женщина остынет. Заявился весь такой красивый с цветами. Ну, я бы так поступил. Малыш, ты чего? Мам, я в туалет один боюсь, иди. Иди, мой хороший, я сейчас приду. Ну, вот и дарим после этого смартфона. Везде теперь монстры мерещатся. Мусор пошел выбрасывать, монстр встретил. В туалете, говорит, тоже монстр сидит. Вы уж извините, ладно, я пойду. Ничего, ничего. Может быть, на следующий Новый год сыну книжку подарите? Может быть. Спасибо. Ладно, мы с вами свяжемся, если что. Хорошо, да. Спасибо за помощь. До свидания. Кострова, пойдем встаемку осматривать. Извините, мне нужно мужу позвонить, он просто один на хозяйстве, сегодня мало ли что случилось. Сева, Сев, как там, все хорошо? Заказ на учебник оформил, доставка будет завтра, в первой половине дня. Как там, Гриша? В полном порядке. Чем занимается? Только что был здесь, спрашивал, спрашивал, как устроен пылесос. Гриша, а ты где? Гриша! Что у вас там? Все в полном порядке. Хорошо. Ладно, пока. Погоди, погоди, Сев, ты здесь? Да. У меня к тебе будет еще одна просьба. Какая? Только она тебе не понравится, можно? А у меня есть выбор. Так это первый этаж. Тут камеры на каждом шагу, слигай к консьержу, посмотри монитор, может найдешь еще интересное? Есть. А я пока на парковку. это из 57-й квартиры, профессиональный баскетболист. Ему клуб квартиру тут снимает. Вроде химика 101-й. Он по нескольку раз за вечер до пивнухи бегает. Хороший мужик, только галкаш. Наташ, я не хочу показаться грубым, но я на такое не подписывался. Сева, это первый и последний раз. Тебе ничего не нужно делать. Там все в таблице. Просто покажи ее и все. Ну, они же будут задавать вопросы. Не будет никаких вопросов. Пожалуйста, ну, я тебя очень прошу. Окей, ладно. Первый и последний раз. Но если они зададут хоть один вопрос, я за себя не отвечаю. Сев, я тебя люблю. Спасибо. На парковке ничего. Сумасшедший день. Позвольте вам напомнить, товарищ капитан, что вы находитесь при исполнении служебных обязанностей. Это во-первых. Я помню. Это хорошо, что помнят. А во-вторых, у нас там в квартире тело женщины, в котором 30 ножевых ранений. Я помню. Уточняю обстановку. Как я вам уже говорил, убитое сожительство с молодым человеком. Две недели назад они сильно поссорились. Вчера, по словам соседки, он заявил сюда к ней мириться с букетиком цветов. Очевидно, ничего не вышло. Я так думаю, парень разозлился, проследовал вслед за ней квартиру, где совершил уголовно наказуемые деньги. Можно я на ты? Без проблем. Больше я тебе скажу, Наташа Кукушкина. Ласточкина. Ласточкина. Мы сейчас поедем попроведаем этого Ивана, а ты здесь остаешься за старшим. Наблюдай за оперативной обстановкой, фиксируй улики и, если что, связывайся со мной напрямую. Доступно объяснено? Всего доброго, товарищ майор. Мне еще хорошего дня пожелаем. А это и 137-й. Кострова, хорошенький ну смотрите, поехали. Куда? Слушай, куда? В 10-милы, мороженку съедим. Поехали. Поехали. Так вы мне скажете, кто здесь живет? Алла Пугачева. И зачем она нам нужна? Автограф хочу взять. Угу. Что за пожар, я не понимаю. Федор Тюшков. Он сам. Уголовный розыск. Иван Протасов, твой приятель? Есть такой. Когда я выведу в последний раз? Вы с какой целью интересуетесь? Начинается. Ну-ка в сторону, свалил. Вы как разговариваете? Продазов замер? Руки в гору. На пол, руки за голову. О! Костров, ты поделаешь, не знаешь, для чего это. Я молчу. Так, это у нас чего? Интересно, девки пляшут. Молодые люди. А это чье? Мое. Понятые, прошу засвидетельствовать. Ну чего, пора парня с этой познакомить, как ее, с Птичкиной? Ласточкиной. Да какая разница? Рассказывай. Чего рассказывать? Есть и жизнь на Марсе. Какая жизнь? Разумная, я надеюсь. Я тут куда знаю? Поясняю, для непонятливых. Ты как считаешь, почему ты тут очутился? Из-за аварии. Чего? Ну, из-за аварии. В этом деле всплывают новые факты, товарищ капитан. Из-за какой аварии? Ну, которую я на кольце устроил. Там, что, так все срезано? Друг мой. Да ты, я смотрю на все руки, мастер. А у вас сколько аварий случилось? Часа в два ночи, начало третьего. А ты как, под мухой был или что, покрепче употреблял? Нет, только алкоголь. Так, ну, по поводу аварии мы еще все выясним. А до аварии чего было? А какая вам разница-то? Слушай сюда, ошибка природы. Если ты мне сейчас вопросом на вопрос будешь отвечать, мы ни к чему конкретному не придем. Поэтому уясни себе сейчас одну простую вещь. Если я тебя о чем-то спрашиваю, ты мне отвечаешь. Уяснил? Олег Михайлович, мне кажется, совсем не обязательно вести диалог вот в таком ключе. Согласен. Прошу прощения, товарищ капитан. Вернемся к нашему вопросу. До аварии чего делал? В баре сидел. Познавательно. До бара чем занимался? С девушкой пытались помириться. С Елисеевой. Это похвально. Чем закончилась попытка примирения? Мы поругались, а потом как раз я пошел в бар. Но я не понимаю, какая связь между аварией и Инной. Непонятливый клиент попался. Ну, раз не понимаешь, смотри, любуйся, что ты там творил. Полюбуйся. Олег Михайлович. Да. Вам не кажется, что мы спешим с обвинениями? У нас нет результата экспертизы, нет орудия убийства, а мы вцепились в одну версию. Товарищ капитан, позвольте у вас в коридор на минутку. Конечно. Дежурный! Присмотри за товарищем. Вот. Я все-таки не понимаю, неужели нельзя было сэкономить на букете для учительницы английского? Она даже не их классный руководитель. Прошу прощения, я ее вообще не знаю. Кажется, подарки подобного рода должны отдельно обсуждаться. Да. Мне лично букета за полторы тысячи никто не дарит. У нее еще совести хватает тройки ставить. А я не понял, почему на экскурсию было потрачено больше денег? Это из-за музея или из-за автобуса? Ой, эти музеи совсем совесть потеряли. Я понимаю, была бы нормальная экспозиция, так ведь и вспомнить особо нечего. Мне сложно ответить на этот вопрос. Как всегда. Пока вы ездили на задержание, я переговорила с экспертом. Дмитрий Саны считает, что убийца был ростом с убитую, тем более правша. А Протасов высокий, по два метра. Он левша, у него часы на правой руке. Краса моя, я правильно понимаю, что последние пять лет ты была домохозяйкой? Вообще-то у меня были успешные самостоятельные дела. Похвально. А я последние пять лет работал. Так вот, у меня сто раз были случаи, когда правша брал нож в левую руку и наоборот. Или ответь, или выбрось этот аппарат. Свет, я сейчас не могу разговаривать. Вот смотрю я на вас, молодых, и прям диву даюсь. Женщину убить можете, а признаться в этом дух не хватает. Мутаны какие-то, ей-богу. Товарищ капитан, можно у вас еще раз в коридорчик? Давай. И... Опа, хорошо. Папа, у тебя все хорошо? Просто замечательно. Сегодня лучший день в моей жизни. А почему у тебя тогда руки трясутся? От счастья, Вера. Если ты закончила со своими домашними делами, можешь съездить в суд и попросить, чтобы этого ковбоя закрыли на пару месяцев. Ну, эксперт сказал... Я умоляю тебя, не надо ничего мне про экспертизу, орудие убийства. У юноши был мотив. И юноша был нанести преступление в момент преступления. Для того, чтобы зайти в суд с ходатайством, этого вполне достаточно. Если ты мне не веришь, спроси у Покровского. А дальше делай все, что хочешь. Изучай бизнес-конфликт ты убитый. Или ищи праворукого карлика, который умеет ходить сквозь стены. У меня все, товарищ капитан. Разрешите откладиться. Да, Сева. У меня к тебе огромная просьба. Я понимаю, что ты вышел на работу, а я вроде как бездельник. Но, тем не менее, не надо на меня перекладывать абсолютно все свои обязанности, а именно запихивать меня в этот серпентарий. Дело может закончиться плохо с точки зрения Уголовного кодекса. Никогда я еще не был так близок к тому, чтобы кого-нибудь задушить. Сев, я сейчас не могу говорить. Давай дома поговорим, ладно? Я... Я понимаю. Я безработный. Домохозяин. Тот, кто зарабатывает, тот решает. А мое дело молчать. И жевать. Да. Так и будешь в машине сидеть? Иди домой, дети уже спят. Иду. Я хочу попросить у тебя прощения. Я был слишком резок сегодня, но твои мамаши вывели меня из себя. Я тебя отлично понимаю. Я сама хочу частенько задушить кого-нибудь на родительском собрании. Ну, знаешь, если еще раз понадобится поучаствовать в этом шабуше ведьме, я готов идти ко мне. Я себя чувствую полной, ни на что не способной дурой. Да забудь ты о своей работе хоть на полчаса. Я бы с радостью. Да не получается. Прости меня, пожалуйста, Сев, а? Давай ближе к выходным. Ну, конечно. Как скажешь. Так. Наташа, дай, пожалуйста, кетчуп. Спасибо. Прости, пожалуйста. Ничего страшного. Мам, а как дело на работе? Тебе дали какое-то дело? Да, Солнце, дали. Ты будешь искать преступника? Давайте не будем это за столом обсуждать. Вера, дай маме спокойно поесть. Она все равно не ест. Вера. Гриша, ешь сам, а не корми собаку. Мам, это дно. На тебе сарафан вчерашний. Я бы переодела. Я ничего не соображаю. Господи. Инна. Какой ужас. Я ведь говорил ей. Я ее предупреждал. Простите, о чем? Вы только поймите правильно. Больше года в разводе, но у нас все по-человечески было. Встречались, общались. Господи, сколько вместе прожито-то было. Так о чем вы ее предупреждали? Не пара я, и так мальчишка. Понятно же было, что все плохо закончится. Вы уверены, что это Иван Протасов? Даже имени его не знаю. Ну, а кто же еще? Ну, мало ли. Инна занималась бизнесом. Могла кому-то дорогу перейти. Вы знаете, я не думаю, что это из-за бизнеса. Инна вела дела жестко, но честно. И потом, сейчас ведь не 90-е, это не Курган. Что за Курган? Ну, город Курган. Инна там начинала, а потом перебралась в столицу. Вот там были варианты. А здесь курорт. Так, вот опись ценных вещей, найденных у вашей бывшей супруги в квартире. Проверьте, пожалуйста, все ли на месте. Угу. Только я предупреждаю, я могу не знать о каких-то ценностях. Дело в том, что Инна была охоча до всяких побрякушек. За последний год могла что-то новое приобрести. Хорошо, я поняла. Ага. Всем доброе утро. Здрасте. Здравия желаю, товарищ капитан. А чем обязаны визиту? А я получила результат экспертизы. И полагаю, вы тоже. И я тоже. Внутренне заглядывал. А там что-то интересное. Считаю, да. Ну-ка. На рубашке Протасова обнаружена кровь только его самого. Понимаете? Крови Елисеевой там нет. А значит, это только результат ДТП. Спасибо, что напомнило. Кострова. Кострова, отчего у нас там по ДТП? Ну, особой драмы там нет. Скорую никто не вызывал, в больницу не обращался. Речь идет только о возмещении материального ущерба, ну и управлении в ненадлежащем состоянии. Для характеристики вполне достаточно. Крови Елисеевой нет. И что? Как? Ну, для тебя это значит, что Протасов не резал Елисейева. Для меня это значит, что резал, но в другой какой-нибудь рубашке или наносил удары таким образом, чтобы кровь на него не попадала. Такое маловероятно, соглашусь, но вполне, вполне могло быть. Поверь опытному оперативнику. Но это не все. Эксперт считает, что убийца... Эксперт считает, что убийца праворукий карлик. Солнышко, давай тебе в порядке исключений объясню еще раз. Все на пальцах. Утром, когда тело обнаружили, горлочное... Тамара Мальцева? Совершенно верно. Тамара Мальцева открыла дверь своим ключом. А это что значит? Это значит, что дверь была заперта. Второй ключ обнаружили в квартире у убитой, а третий ключ находился у Протасова. Больше ключей ни у кого не было. У горничной, у этой самой, как ее? Тамара Мальцева. Тамара Мальцева. Железное алиби. Она с подругой встречалась. Логика элементарная. Парируй. Я вас понимаю, но и вы меня поймите. Моей старшей дочери 10 лет. Я пытаюсь развить в ней критическое мышление. И поэтому приучаю ее подвергать сомнению любую принятую информацию. Вы знаете, женщина очень часто страдает из-за собственной доверчивости. А я не хочу, чтобы она страдала. Я не хочу, чтобы она была подвержена чужому мнению. Хочу, чтобы ответственно принимала решение. А это невозможно без самостоятельной позиции. И поэтому я приучаю ее к постоянному почему. Но если хотите, можете назвать это чувством правды. Солнышко, я тебе объясняю, почему Протасов убийца, а ты мне рассказываешь про секреты семейного воспитания. Ты мне находишь это абсурдно, нет? Мои педагоги в институте считали, что это очень важное качество для следователя. Интуиция плюс критическое мышление. Вот посоветуйся со своими педагогами и дай простой ответ на простой вопрос. Кто, если не Протасов? А я сегодня разговаривала с Николаем Елисеевым. И что? И у меня такое ощущение, хотя я могу ошибаться, что он говорит меньше, чем знает. И у него мог быть ключ. Я его проверила. Вчера вечером Николай Елисеев прилетел из Сочи. Я хочу поговорить с Протасовым. Он год жил с Елисеевой. Если кто-то и в курсе ее дел, так это он. Мы уже разговаривали. Мы не говорили. Мы пытались выбить из него признание. А это разное. В целом я согласна. Девочки, делайте, что хотите. Времени у вас свободного, я вижу, много. Вот и располагайте им. Иван, я хочу, чтобы вы поняли, у нас с вами одна цель. Мы хотим узнать, что произошло. Я не понимаю, как я могу вам помочь, если вы мне не верите. Для начала вы можете откровенно ответить на наши вопросы. Ты когда Елисеев урезал, о чем думал, а? Товарищ майор. Прошу прощения, товарищ капитан. Продолжайте. Иван, две недели назад вы расстались с Елисеевой. Что послужило причиной? Ревность. А можно поподробнее? У меня была девушка. У нас с ней были отношения. Потом появилась Инна, но отношения с девушкой я тоже решил сохранить. А так бывает? Конечно, бывает, товарищ капитан. Особенно, когда мужик шибко расчетливый. С одной спит ради денег, а с другой ради удовольствия. Да, Вань? Вы не обращайте внимания, Иван. Первое время удавалось сохранить какой-то баланс. Потом моя девушка узнала про Инна. Как зовут девушку? Олеся. Олеся. Олеся никак не могла поверить, что я действительно что-то испытываю по ней. Я тоже хотел сохранить отношения. Я сказал, что должен и не денег. А ведь это отчасти правда, я действительно и должен. Ну, здрасте. Дополнительный мотив подъехал, товарищ капитан. Зафиксируйте. Спасибо за информацию. И что сделала Олеся? Она решила меня выкупить. Подъехала в офис к Инне. Стала узнавать, сколько я должен. Инне, естественно, это не понравилось и она указала меня на дверь. И вы вернулись к Олесе? Я решил вернуть Инну. побеждаю, товарищ капитан. И что Олеся? Я решил порвать с ней. Иван, скажите, а у Олеси могли быть ключи от квартиры Инны Елисеевой. Зачем они ей? Ну, гипотетически. Вы что, считаете, что Олеса могла убить Инну? Так, Вань, здесь мы вопросы задаем. Чур собачий. Иван, где мы можем найти эту Олесу? Что мне еще оставалось? Я же люблю Ваню. Решила позвонить этой женщине, денег предложить. Дура, конечно. Нашла с кем тягаться. Олеся, скажите, а что вы делали во вторник вечером? Вы что, серьезно? Вы считаете, что я убила эту гусюню? Леся, не важно, что мы считаем. Вы на вопрос ответьте, пожалуйста. Мы были в Брянске на лошадиной ярмарке. Так. Я вернулась вчера вечером. Ребята с фермы могут подтвердить. Могут подтвердить. Понятно. Да ее кто угодно мог убить. Ваня рассказывал, у нее полгорода в должниках. В том числе и бывший муж. Хорошо. Я это учту. Спасибо за информацию. Мы с вами свежемся. Всего доброго, Олеся. До свидания. Дурак этот, Иван. Воздух свежий, лошади, девушка, которая его любит. Чего еще надо человеку? Эта девушка сказала, что Елисеевой полгорода должны. Вот я тебе желаю всех этих должников успешно отработать. Жизнь, товарищ капитан, слишком коротка. Я собираюсь потратить ее с большим смыслом. Товарищ майор. А я. А у нас недостаточно улик на Протасово. Ну, значит, наша задача эти улики сыскать. Прошу. заходи. Здравствуйте. Как зовут? Иван. Какая статья? Чего? Статья какая? 105-я. Стихал. У нас тут мокрушина. Зовешься. Ладно, дело не мое. Надеюсь, тебе объяснили, как тут все устроено. Никто мне ничего не объяснял. обычный, простой. Мы здесь одна семья. Горе у нас одно. А в семье что принято? Помогать. Поэтому заходишь в хату и заносишь в общак. Это номер карты. До вечера сюда должно прийти 50 тысяч рублей. Не придет, завтра будет 100. Что за движуха? Куму, что ли, собираешь? Я не понял. Гляди, харя треснет. Зашивать придется. Сева, вот так сюрприз. Привет. Рад слышать. Не помешал? Не могу сейчас говорить, перезвоню. С кем разговаривал? Так, ничего важного. Ты бы знал, как я устала. Столько сил потрачено, и все впустую. Что там, дети? Все в порядке. Поужинали, ждут тебя. у меня ничего не получается. У нас есть фейерверк. Можем это отметить. Давай дождемся более подходящего повода. мы можем переговорить? Говори, у меня тут секретов нет. мы так не договаривались. В мире дикой природы можно найти много удивительного. Различные условия обитания поражают много А что ты не ешь? Невкусно? Нет, все в порядке. Так задумался о жизни. что-то срочное? Я там удочку закинул по работе вот перезвоню и я пойду на улицу поговорю. Гриша, что ты делаешь? Я же смотрю. Я не хочу смотреть дурацкую природу. Моя очередь. Нет, не твоя. Привет, Кристин. Рад тебя слышать. Вау, я думала ты не подойдешь. Прости, не смогла тебе вчера позвонить. Совсем закрутилась. Да все в порядке. Как дела? Ты же меня знаешь, а мне всегда все лучше всех. Так, дайте мне пульт. Будем смотреть то, что всем интересно. И что же это? Что-нибудь научно-познавательное. Я это и смотрела. К тому же анимационное. Так, смотрим, что у нас показывает. Криминальные новости. Напоминаю, что Инна Елисеева была убита в собственной квартире несколько дней назад. И что здесь научного? Мне тоже не нравится. тогда шучу про природу. Извините, пожалуйста, у женщины очень колье интересное на фотографии. Красивое. я даже пожалуй сфотографирую. Сам-то как? Да, хвастать особо нечем. А что так? Я слышала, что ты в столичном кредите. У тебя устаревшая информация, я уж полгода как без работы. Но если в двух словах, в банке провели оптимизацию и на моем отделе решили сэкономить. Я собственно поэтому и решил тебе позвонить. У тебя там ничего нет. Понимаю, звучит странно, но ты моя последняя надежда. Вот это колье вам знакомо? Конечно, я его знаю. Это колье принадлежало Ине Станиславовне? А, кому же еще? Ну, мало ли она в прокат брала на важные мероприятия? Нет, колье подарил ей можно годовщину свадьбы. Ага, очень интересно. А у вас были хорошие отношения с Николаем Елисеевым? Да, Николай Вадимович очень приятный и добрый человек. А он обращался к вам с какими-нибудь просьбами в последнее время? Что-то не так? Николай Вадимович меня убьют. Месяц назад он попросил у меня ключи от квартиры и сказал, что хочет сделать и не Станислав не сюрприз. Его дали? Я не могла ему отказать. Простите, мне через час нужно быть на другом конце города. Не волнуйтесь, давайте я вас подвезу. Спасибо большое. Пойдемте. Неужели вы думаете, что это Николай Вадимович? Он не мог. Нет, не думаю. Просто выясняю для себя определенные обстоятельства. Так. Боюсь, это была плохая идея подвезти вас. Сплошные пробки. Хотите, я вас высажу в метро? Тут неподалеку. Нет, нет, только не метро. Я не езжу на метро. Я лучше позвоню, предупрежу, что опоздаю. привет. Привет. Рада тебя видеть. Ты что, один? А с кем я должен быть? Ну, не знаю, ты по телефону говорил, что у тебя дети на руках. А, старшая в школе, а младшего я маме закинул. Ну, молодец. Пойдем. Ага. Мой чулан. Ого. Удивлен? Ничего себе, чулан. А почему я должен быть удивлен? Ну, мало ли, может быть, ты сомневался в моих способностях. Я никогда не сомневался в твоих способностях. Вот, и славненько. Ну, чего ты там разглядываешь? Проходи, присаживайся. Кофе хочешь? Не, спасибо. А, ты на ЗОЖе. Ну, тогда могу предложить тебе массажное кресло. Давай лучше к делу. Не хочу попасть в пробки на выезде. Да? Ну, так ты сначала определи, из чего ты хочешь? Работу мечты или не попасть в пробке. Кристина, я не то хотел сказать. Прости. Не расслабься, пожалуйста. Я пошутила. Ты такой же плюшевый медвежонок, как и в институте. Мне нравится. Удалось прочитать резюме? Мне не интересно. Не понял. Ну, чего я там буду смотреть? Я тебя знаю. и должна сказать, что была к тебе несправедлива. Так вот, ты не поверишь, но месяц назад у нас освободилось место главы аналитического отдела. Человек, который его занимал, просто купил себе яхту и умотал в кругосветные путешествия. Ничего себе. Да. Формально объявлен конкурс, но у совета директоров есть свой претендент. Это заместитель бывшего главы. Справедливо. В компании должен работать карьерный лифт. Мне бы хотелось, чтобы это место занял ты. Во-первых, мне не нравится тот парень. И, во-вторых, есть кое-какие мысли насчет тебя. Поэтому давай работать в этом направлении. Судя по тому, что ты говоришь, это практически невозможно. Меня жизнь научила тому, что нет ничего невозможного. Сегодня вечером я встречаюсь с генеральным. Так. Постараюсь устроить тебя собеседование. Ну, а дальше как себя покажешь. нацепила цацу и пошла по плацу. Это вы о чем? Это у Олега Михайловича как присказка. Ага. Так, дамы милые, как вы понимаете, это ничего не доказывает. Колея мог прихватить кто угодно, когда угодно. тот же Протасов. Но у Протасова колье не было найдено. Продал, обменял, подарил подруге. Вариантов масса. Нужно подчеркнуть. И все-таки странно, что Николай Елисеев ничего не сказала о пропавшем колье. А ведь это его подарок. Так там этих побрякушек было больше, чем в судуке у Флинта. Мог забыть. А еще мы забываем, что у Елисеева были ключи от квартиры. А вот зачем, я до сих пор не знаю. А вот мы сейчас у господина Елисеева это лично и спросим Кострова. Да, давайте, я позвоню. Что ты не хочешь с нами разговаривать, Николай Елисеев? Удивительной бесстатности человек. Интересно, почему? Значит, говоришь невиновен, под замес попал. Считай, если попался, значит виноват. А будешь бодаться, получишь по полной. Родители машину скидывают, хотят адвоката хорошего нанять. А знаешь, чем адвокат? От комара отличается. Комар напьется кровью и улетит. А адвокат никогда не напьется. Будет доить, пока жив. Своим скажи, чтобы хату не вздумали продавать. А то на улице останутся под старостью лет. Открыто. вот это мы с тобой удачно зашли. Не похоже, что товарищ в ванной поскользнулся. Чего ты застыл, красавица? Звони всем нашим. Пускай сюда подтягиваются. здравствуйте, товарищ майор. здравия желаю. Что ж такое? Ну что, радость моя, думаю, твои подозрения относительно Николая Елисеева оказались небеспочвенные. Да? А это что? А это та самая бумажка, из-за которой господин Елисеев так сильно хотел попасть в квартиру бывшей супруги. Расписка. Я, Елисеев Николай, паспорт серия выдан. Ты на сумму, на сумму посмотри. Впечатляет? О, а сумма-то внушительная. И на дату посмотри, когда он должен был вернуть деньги. Он, походу, вообще ничего не собирался возвращать. Товарищ майор, у меня выкладывается в голове два момента. Зачем да тут ничего интересного. Думаю, состоялась встреча на Эльбе и встречались отнюдь не союзники. Ну, допустим. А второй момент. У Елисеева было железное алиби. А значит, у него был сообщник. Этот сообщник убил Елисееву и ему это явно не понравилось. Ласточкина, общение со мной явно идет тебе на пользу. В твоих словах начала появляться логика. Я тебя поздравляю. Спасибо. А может, быть, все еще намного проще? Ну-ка. Сообщник понял, что рано или поздно мы выйдем на Елисеева, тот его сдаст и решил не дожидаться этого момента. Тоже очень может быть. А что по поводу сообщника? Тут, товарищ капитан, все непросто. Сработано очень чисто. А камеры в подъезде очень слабые, не видно ни хрена. Значит так, по пунктам. Первое. Есть потожировые на теле Елисеева. Второе. Есть тряпочка, которую предположительно пытались затереть отпечатки, следы. На ней явно должен быть запах. Тоже верно. А еще есть бабушка, мимо которой мух не проскочит. Вот она вроде кого-то и видела. Прекрасно. А глаза маленькие, черные, как два уголька. Похоже? Вроде похоже. У того они были поменьше и покруглее. Так, посмотрим. Поменьше и покруглее. Саныч, ну чего там у тебя? Уже заканчиваю. Олег Михайлович, смотрите. Ба, знакомые все лица. Кто это? Егор Кафомин, кот. Кот? Ага, коренной обитатель тюрьмы. Мне лично несколько раз обещался завязать. Я даже дурак поверил, повелся. Капитан Ласточкина, позвольте осведомиться. Как самочувство рядом с трупом? Уже лучше. Вы знаете, у меня есть ощущение, но я не знаю, как его выразить. А и не выражаете. Я считаю, это так же важно. Не сомневаюсь. У вас подружки-домохозяйки есть? Угу. Вот с ними и поделитесь вашими соображениями. Или он, с Санычем. А нам с Костровой бежать пора. Дела-дела, делишки, да, Кострова? По коням, по коням. Наташенька, ну что у тебя? А куда мы поедем? Кали Пугачевой. Вот то, что нам нужно. Семь мест, полный привод. В багажник можно слона засунуть. Мне нравится. Чёрт, я буду сидеть спереди. Сначала научись свою кровать заправлять. Тихо ты. В этой комплектации ещё и панорамная крыша. Ого, можно будет на звёзды смотреть. Привет. Чем занимаетесь? Папа выбирает себе новую машину. Серьёзно, дорогой? Ты же говорил, что в свете твоей безработицы это неактуально. Или ты в покер выиграл? Нет, но завтра у меня собеседование. Собеседование, это ещё не значит, что тебя взяли на работу. Ну и что теперь? Помечтать нельзя? Да на здоровье, я же не против. Черчилль говорил, я оптимист. Не вижу смысла быть кем-то ещё. А Черчилль не говорил, что надо не забывать мусор выбрасывать. А то тараканы заведутся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Держи. Олег Михайлович, можно вопрос? Если только по существу Кострова. А что вы так женщин не любите? Вы что-то сделали? Ну вот откуда такие выводы-то? Я к вам очень хорошо отношусь на самом деле. Особенно, когда вы молчите. Так, ещё не хватало. телефон-то его сейчас будет видно за километр. Что же за наказание? Долго намешь так сидеть? Нет. Я же говорил. Добрый вечер. Не помешал? Нет. Тебя жду. А что с Клавик присключила? Безделушка одна прилипла. Тебе показать хотел. Ну это понятно. А в чём срочность-то? Уехать хочу мир посмотреть. Дело нужное, дело важное. А дай-ка свою безделушку. Ну какая красота! И где такую красоту раздаёт? Там не раздают, уже нет. И сколько ты за эту красоту хочешь? А? Не слышу. кто ещё есть в доме? Друг. Где он? Я не знаю, где-то здесь был. Тссс! Фома, руки на руль. Этот поезд дальше не пойдет, а тебя приветствует угрозыск Российской Федерации. Егор, я хочу, чтобы вы понимали, у нас с вами одна цель. Привыкай. Следователь теперь так разговаривает. Сам в шоке. Я имею в виду, что в наших общих интересах разобраться в случившемся. Давайте по порядку. Как вы познакомились с Николаем Елисеевым? Когда? При каких обстоятельствах? Кто это? В смысле, кто это? Я не понимаю, о ком вы мне здесь сейчас рассказываете? Вот, этот мужчина. Вам знаком? Первый раз я увижу. Позвольте слово молвить. Пожалуйста, товарищ майор. Товарищ капитан, вы вообще отдупляете, кто перед вами сидит? Этот персонаж первый раз на нары приземлился, когда вас, товарищ капитан, даже еще в разработке не было. Если вы сейчас думаете, что товарищ Фомин задушевно вам расскажет про то, как он отправил к творцу единому аж двоих, вы глубоко ошибаетесь. И те приемщики, которые в маникюрном салоне прокатились с тем чучелом здесь, ну никак не прокатят. Вы поверьте профессионалу. Товарищ дело говорит. Что докажет, что мое остальное я не возьму и не просим. Ладно, товарищи свои в овраге лося доедают. Ладно, я поняла. Единственное, я сомневаюсь, что товарищ Фомин совершил... Можно полюбопытствовать, на чем базируются подобные сомнения? Я еще вчера хотела вам сказать. Вы обратили внимание, как все чисто и аккуратно выполнено у Елисеева? Угу. А у нее прямо противоположная картина. И, как сказал эксперт, как будто зверь дикий набросился. Это верно. Есть что добавить, чтобы прояснить ситуацию. Слушайте, вы свои эти расклады мусорские при себе оставьте. Я же на это фуфло все равно не куплюсь. Вы же такой пейзаж нарисуете, который вам удобен. Я так и думал. Проку не будет. Пиши отказ от дачи показаний. О! Дежурный! Сколько людей было у вас в отделе до сокращения? Четверо. Сейчас вы претендуете на должность, где у вас в подчинении будет порядка 20 человек. Почему вы считаете, что справитесь с этой работой? Сложно сказать. Я не привык сомневаться в своих силах. Вы указали в резюме, что вас уволили в результате оптимизации бизнес-процессов. Как вы считаете, стало ли ваше сокращение результатом неэффективности вашего труда? С моей стороны, был бы некорректно обсуждать действия моего руководства. Скажу, что я не согласен с такой трактовкой. Еще бы вы были согласны. А сколько вам лет? Тридцать пять. Но чувствую себя на тридцать четыре. С вашего разрешения я скажу прямо. Ваше возможное назначение пойдет в разрез не только с политикой корпорации, но и со здравым смыслом. Вам уже практически сорок лет. Непонятно, насколько живой ваш английский язык. И вы просидели дома восемь месяцев. Но это не окончательное решение. Вы должны нас понять. Но все в порядке. Я бы сам себя не взял. В таком случае спасибо. Я вас больше не заезживаю. До свидания. До свидания. Сева. Сева. Не расстраивайся раньше времени, а. Даже не собирался. Ты меня знаешь, у меня всегда есть запасной вариант. О, а ты ничего не говорил про запасные варианты? Да я просто разрываюсь между должностью охранника в супермаркете и повара в фастфуде. Сева. Все будет хорошо. В любом случае, я был рад видеть. Взаимно. Я не буду спорить, что эти два убийства похожи друг на друг, как банан на помидор. В то же время я допускаю мысль, что Фомин мог убить Елисеева, желая обрубить все ниточки. Окей. Но я не понимаю, зачем его убивать, если он не убивал Елисееву. Я думаю, что это тот случай, когда сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя. Так. Еще раз. Все как мы обсуждали. Елисеев нанял Фомина, чтобы он выкрал из квартиры расписку. Так. Фомин по ходу дела еще прихватил колье. Елисеева этого не заметила, а через несколько дней ее убили. И, естественно, Елисеев подумал, что убийца жены это Фомин. Ну, а кто бы не подумал? Вот. И я о том же. Фомин решил, что рано или поздно мы выйдем на Елисеева. Елисеев расскажет про него. А его уже никто не станет слушать. Не больно умно с его стороны. Больно умно с его стороны жить такой жизнью, как он живет. Всем привет, кого не видела. Привет. Привет. Ну, а ты чем порадуешь, подрастающее поколение? Пообщалась только что с товарищем Фомина. Он мамой готов поклясться, что Фомин в ночь убийства Елисеева был с ним. Играл в нарды, смотрел футбол, в общем, ушел под утро. Еще бы он не был готов мамой поклясться. Камеры в заведении есть? Камер нет, но есть еще человек пять, которые теоретически могли его видеть. Пять это немало. А еще, Наталья Павловна, пришел ответ по запросу из Кургана. Елисеева проходила свидетелем по делу о поджоге торгового ларька. Правда, подробностей мало, но, судя по всему, дело было замято, потому что виновные в поджоге установлены не были. Оля, ты не могла бы найти следователя по этому делу и узнать, что к чему? Хорошо? Попробуем. Я смотрю, вам время девать некуда. Так, подытоживаю. Получается, Елисеева убил Фомин. Так, а Елисееву этот недоносок. Я не знаю. Ну вот как, ну вот что, ну вот чего мне с тобой делать? Хорошо. А кто? Тебе помочь? Не надо. Мам, а как дела на работе? Тебе помогает твое чувство правды? Чувство правды? Что еще за чушь? У мамы есть сверхспособность, как у человека-балука. Ты разу меня не знал? Мы с Верой так называем совокупность интуиции и критического мышления. Чувство правды? Дуришь детям головы. Мам, а что с папой? У папы плохое настроение. Папе нужна собакотерапия. Ю, Джин, иди укуси папу. Гриша. Что ты меня обнимаешь? Я престарелый неудачник без особых перспектив. Может, все не так уж плохо? Все еще хуже, но, слава богу, мне об этом не сказали. Не говори глупостей. Не надо меня жалеть, окей? При чем здесь жалость? Ты мой муж, я тебя хочу поддержать. Спасибо, сам справлюсь. Ты что-то совсем есть перестал. Смотри, до суда не дотянешь. Просто не хочу. Ну так, голодовку, что ли, объявил бы. Потребовал бы что-нибудь, чтоб не поржняком шло. Ну а если по-серьезке, слыхал, что у соседей творится? Там поутровав фраерок один, добровольно лыжи в угол поставил, петлюху из белья соорудил, и вперед. Бывает. Да, вроде откачали. Первоход твердит, что не при делах, а самому плетнаху корячится. Вот так у людей башню сносит. По мне так лучше на крыльке погудеть, чем с кукухой поругаться. Спасибо. Я поговорила со следователем Николаевым из Кургана по поводу дела, где Елисеева шла свидетельницей. Следователь говорит, что у Елисеевой был конфликт с владельцем соседнего ларька. То ли он ей дорогу перегородил, то ли товар испортил. Короче, Елисеева обратилась к братве, и те, недолго думая, сожгли ларек посреди белого дня. Жуть. Пострадавший написал заявление, но, как я уже говорила, дело особо ничем не закончилось. Следователь обещал мне дополнительные материалы скинуть. Я перешлю. Буду признательна. Вот. О, какие у нас гости. Здравствуйте. Ну что, мои маленькие друзья, как дела? Спасибо, все хорошо. Что именно хорошо? Поделитесь. Ну, я вот, например, поговорила со следователем из Кургана. Он говорит, что... Забудьте вы про следователя из Кургана. И про дело про это вообще забудьте. Почему? А потому что Протасов во всем признался. Такие дела. Вы хотите сказать, что вообще ничего не помните? Как проследовали за Инной. Как ее убивали. Как покинули квартиру и дверь заперли на ключ. Как куда-то дели одежду и орудие убийства. Я не помню. Совсем ничего? Я вам во всем признался. Что вы еще хотите? Просто оставьте меня в покое. Слышите? Успокойтесь. Вам таблетку дать? Мне не нужна таблетка. Мне просто нужно, чтобы меня оставили в покое. Понимаете? Я понимаю. Я тебя умоляю, мать. Все он прекрасно помнит. Я в этом сомневаюсь. А ты послушай, опытного человека. Это умные люди ему посоветовали под эффект закосить. А еще выяснится, что он еще в утробе матери уже состоял на учете у психиатра. Посмотрим. Не веришь мне? Вижу, что не веришь. Эх, Наташенька. Ты просто отвыкла от нормальных людей, от таких, как Протасов. И от того, на что они могут быть способны. Ну, понятно. Засиделась дома. С мужем, с детками. Но ничего, привыкнешь. Не отвыкла, Антон Ильич. А вот за это готов тебя похвалить. Ты молодец. Я-то здесь при чем? Ладно, можешь идти. А про это забудь и не думай. И не вспоминай. Тебе что, своих дел мало? Так ты только скажи, мы тебе накинем. Вон, у меня Вихров. Второй год мечтает в отпуск попасть. Видала, какая у него на столе стопень дел? С меня ростом. Видела. Вот, раз видела, вот и не заморачивайся. Все, свободно. Я, конечно, понимаю. Интуиция, чувство правды и все прочее. Но во всем должна быть мера. Поняла, товарищ полковник. Наталья Павловна, понимаю, что уже не актуально, но пересылаю материал по Кургану. Монстр! 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 Да, Наталья Павловна. Ольга, привет. Здравствуйте. Ты помнишь того маленького мальчика, соседа Инны Елисеевой? Да, конечно. Помнишь, он рассказывал, что пошел выносить мусор и встретил монстра? Ага. Мальчик говорил правду. Он встретил убийцу. Что? О, у нас сегодня пир. Серьезно, рассматриваю работу повара, как продолжение карьеры. Рестораторы будут питься за тебя. Я вчера... Прости, пожалуйста. Ничего страшного. Да, я даже не заметила. Надо уже принять, наконец, какое-то решение и успокоиться. Тебя никто не торопит. Я признателен, но это тоже неправильно. Надо принять тот факт, что работу по профессии с такой же зарплатой я не найду, и двигаться дальше. Сева, я тебя отлично понимаю, но еще раз повторяю. Тебя никто не торопит. Денег нам хватит. Я к тому, что не хотелось бы, чтобы ты в спешке принял неправильное решение, которое привело бы непонятно к чему. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Да, Ольга? Наталья Павловна, кажется, мы на правильном пути. Сергей Кузюк, инвалид первой группы. Проживал в последние годы в Кургане в коммунальной квартире. Месяц назад комнату продал и купил билет на поезд до Москвы. Так. К сожалению, на этом все. Мобильным телефоном в последние годы он не пользовался. Не представляю, как его искать. Так. Надо поднять его старые контакты. Армейские товарищи, партнеры по бизнесу. И еще обработать хостелы, гостиницы, сервисы по подбору жилья. Я перезвоню. Я не виноват, не виноват. Она с ума. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Успокойся. Судя по всему, все живы? Что у тебя? Жжет. Сейчас обработаем. Мясо. Пойдем, герой, а то сейчас без ужина останемся. Я смешала два ингредиента. Все как написано. Потом решила выжать лимон. Гриша сказал, что надо взболтать. Я сказала, что это глупости. И он стал выхватывать пробирку. А шрам останется. Да брось ты, какой шрам. Через два дня все рассосется. Ну, есть же следы, которые с детства остаются на всю жизнь. Конечно, есть. Но это не твой случай. Ну что, больше не болит? Как будто бы и не было. Извини. Мне нужно позвонить. Я знаю, где его искать. Здравия желаю, товарищ капитан. Здрасте. Ну, куда вы приехали? Как куда? К Альп Пугачевой. Она просто переехала, вам адрес не сказала. Браво, Кострова. Браво. Куда? Что сказала Пугачева? Семейный юмор. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Отец дома? Да. А разрешите пройти? Конечно. Костров за мной. А вы тоже были в ларьке, когда его подожгли. У вас ожог. Химикалка же 101. Его кепка. Почему? Консьерж ошибся. Папа, папа, тебе пришли. Тут пожар жизнь на двое разделил. Впрочем, то, что было после, жизнью назвать нельзя так выживанием. Ну, вот лечился, и в бизнес не вернулся, здоровье не позволило. А жена за это время другого, чем мужика, нашла. Ушла к нему, дочку захватила. Папа, она его стала называть. Фамилию взяла. Я не сопротивлялся. Первый раз попал по мелочевке, второй тоже. Инвалидность дали. Ну, на бормотуху мне хватало. Доплывал, значит. Полгода назад мне сказали, что от печени моей ничего не осталось. Год ей жизни врачи отмерили. Вот решил я Томку найти, попрощаться. Комнату скинул. Ну, чтоб дочку подогреть. А тут выяснилось, что она у этой твари полы драет. Совпадение? Чистая случайность. Семья из Кургана тоже переехала в столицу. Знакомый Томкин. А она у них ляльку нянчила. Лялька-то выросла, они ее сосватывали к Елисеевой. Представляете, как течен мир? И вы узнали, что Тамара работает на Елисееву? И решили ей отомстить? Да я боролся с этим, я не хотел. Честно, гнал эту мысль. Но не смог я. А потом подумал. Да один болт. Сколько мне осталось? Я дежурил у подъезда этой Елисеевой. Утром и вечером смотрел, когда она приходит, выходит. Какую-то информацию мне топа сливал. Она же не знала, что я задумал. А вы не боялись, что Тамара расскажет о вас с Елисеевой, и она все поймет? Я предупредил, чтобы она молчала. Сказал, зачем? Чтобы знали про твоего отца уголовника, тебе это повредит. Но она и молчала. Когда Елисеева хахали своего выгнала, я подумал, вот он, шанс. Ключи-то лежали у дочки на полке. Взять их на пару часов, сделать дубликат. Труда не составила. Не помешаю? А про дочь вы не подумали? Про то, что найдет труп хозяйки, станет свидетельницей, а, возможно, вообще подозреваемой. Да у нее железное алиби. Товарищ капитан, простите, что вмешиваюсь. Вы на всякий случай поинтересуетесь. А чего дочку вообще знала? А? Ничего не знала. Я не посвящал ее в детали. Ага. А когда это случилось, она не спрашивала, я не отвечал. А что ей меня подозревать? Она же не в курсе, что эта тварь нас сегодня не спалила. Товарищ капитан, вы не забывайте фиксировать показания. Ухожу. Испарился и исчез. А как ты догадалась, что эта девушка дочь убийцы? Да все как-то сложилось в один миг. Я сначала думала, где Кузюк раздобыл ключи от квартиры. А потом вспомнила про Тамару, что она тоже из Кургана, как и Елисеева, что у нее клаустрофобия, боится в метро ездить. И она правша, а не левша. А носит часы на правой руке. Но ты считаешь, что она ни при чем? Нет, у меня к ней претензий нет. Эх, мать, доверчивая ты. Отвыкла от нормальных людей. Ну это понятно, засиделась дома с мужем, с детишками. Вы это уже говорили, Антон Ильич. Да? Угу. Ну ничего, привыкнешь. Не хочу. Дело, конечно, не мое, но я бы на твоем месте сейчас к наезднице рванул. Ну а что, места райские, воздух свежий, девушка хорошая. А с этими кошелками свяжешься, добра не жди. Ладно, бывай. Привет. Ну что, милый мой, могу тебя поздравить. Место твое. Что? Испытательный срок два месяца. Ты шутишь? Абсолютно серьезно, поэтому с тебя прочитается. Все, что ты хочешь, слышишь? Желание. Любое, говори. Ну это я тебе потом скажу, потому что мне пора бежать, извини. Обнимаю тебя. Кого ты обнимаешь? Товарищ из института. Я прошел собеседование. Меня взяли на работу. Понедельник, первый рабочий день. Я так рада. А на этот случай у меня есть фейерверк. Дети! Все во двор! Надо отметить начало новой жизни. Уже поздно, соседи перепугаются. Ничего страшного, я потом извинюсь. Никто, соседи! Желомые. Пусть, пусть, пусть! Мы так и не услышали ответа на волнующий нас вопрос. Федя, пожалуйста, прекрати. Хватит делать из меня посмешище. Только после того, как ты ответишь на вопрос, да или нет. По-моему, я ясно выразилась. Моя жизнь тебя больше не касается. Эй! Что еще? Тебя встретить после работы. Не надо, я вызову такси. Зачем тратиться? Мне несложно подождать. Не надо меня ждать. Не надо мне звонить, не надо мне писать, не надо меня караулить возле дома. Пойми, пожалуйста, мы все. Вы сами все видели? Далеко не все. Далеко не все. Далеко не все. Совсем не все. В общем, не все. Тоже кривовато. Всем тут даже не пахнет. Как-то не по-русски. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Александрович. Как настроение? Рабочее. Это радует. Правда, выглядите как-то взволнованно. Да так. Утро началось с неприятного разговора. С кем это? С бывшим молодым человеком. Уже сто лет как расстались, а он все успокоиться не может. Ну что ж, я его понимаю. Ну что случилось? Ты можешь сказать? Я не могу найти галстук в серую полоску. А другой надеть нельзя? Этот мой любимый. Я в нем себя чувствую уверенно. Ты дозвонилась маме? Телефон выключен. Тогда придется взять тебе Гришу с собой на работу. Не уверена, что это хорошая идея. А если меня вызовут на место преступления? Ну там что, будет на трупы смотреть? Я тоже не могу взять с собой сына в первый рабочий день. Это будет выглядеть как минимум странно. Ой, что это у вас тут происходит? Все хорошо, Солнце. Мы на работу собираемся. А скоро мы в школу поедем. Я обещала приехать пораньше и помочь Тихону с домашним заданием. У тебя не дочь, а чудо. Ну давайте я еще о Тихоне буду думать. Тогда вызовите мне такси. Не говори глупостей. Черт с ним, надену вот этот. Очень симпатичный. Нет, он был на мне, когда мне объявили об увольнении. Папа, ты веришь в галстуке? Это язычество. Умные все стали. Ну-ка, брысь отсюда. Вот этот повяжи. А мне вы говорите, портфель перед сном собирать, а сами. Хорошо, я сейчас вызову тебе такси. Смотрите, Юджин тоже ходит на работу. Мама приехала, слава богу. Извини. Извини, опоздал. Ничего. Кофе будешь? Нет, спасибо. Я по дороге подел. Читал новую статью? Да, он уже читал. Что-нибудь удалось выяснить по этому поводу? Ну, Андрей, ты меня обижаешь. Что-то мне когда-то не удалось. Все нормально. Тебя мочит. Те самые ребята? Конечно. Молодым людям не нравится, когда им отказывают девушки. А крупным корпорациям не нравится, когда им отказывает малый бизнес, который они хотят купить. Так еще раз назовешь мой бизнес малым, я тебе... Суть и дело это не меняет. Ты отказал серьезным людям, и эти серьезные люди наняли писак. И те пишут, что качество твоего фарфора в разы ухудшилось. Цель сделать тебя более покладистым и посадить за стол переговоров. Значит, все эти статьи проплачено? Я, конечно, свечки-то не держал, но ты же понимаешь. Ну что ж, они хотели войну, они ее получат. Извини. Да. Что? Андрей, что случилось? Ну? Таня? Добрый день. Здравия желаю. Соскусилась? Ага, да дрожи в коленках. Не сомневался. Пойдем, провожу на место событий. Прям так и вижу заголовки в прессе. В дребезге разбилась сотрудница фарфорового завода. Не смешно? Да я не думал шутить. Слушай, ты когда папки с Запокровским носила, такая же серьезная была. Ладно, докладываю обстановку. Погибшая Сомова Татьяна Петровна, 26 лет, местная, не замужем. На заводе около года проработала маркетологом. Прошу. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Привет, Наталья Павловна. Ты только глянь на это безобразие. Совсем молодая девчонка. И что им не живется? Смерть наступила в результате падения с высоты? Во всяком случае, ни следов удушения, ни ножевых ранений на теле пока не обнаружено. И вот. О, как вижу, со временем смерти проблем нет. Смотри, Саныч, у нас прогресс. Еще две недели назад барышня в обморок падала при виде покойников. А я работаю над собой, товарищ майор. Замечательно. Кстати, у вас есть соображения по этому поводу? Саныч считает, что это самоубийство. Да. И знаете, товарищ капитан, я склонен с ним согласиться. Выяснили, откуда она упала? Оттуда. Погибший там кабинет. Кто-нибудь был в кабинете после трагедии? Из посторонних никого. Наташенька. Да? Тебе надо это увидеть. Ого. Я так больше не могу? Вот тебе и записочка. Маленькая девочка, страдающая от неразделенной любви. Чем не повод для самоубийства? Ну, нет, Дмитрий Саныч. Так люди счеты жизни не усвоят. Они сначала апеллируют к родным и близким. И перед одной удачной попыткой бывают пять неудачных. Может, эти родные и были, но мы о них пока не знаем. Дмитрий Саныч, а вы заметили, что столы стоят по фэншую? Вещи в шкафах по фэншую. А таким людям свойственно продумывать все до мелочей. Да, и прыгнула она тоже по фэншую. Дмитрий Саныч. Вот стакан, а там вода разлита на подоконнике. А это значит, что кто-то скрывал следы и отпечатки. Иногда вода разливается просто случайно. Ну да, бывает. Дмитрий Саныч, а вот эта мужская расческа погибшей точно не принадлежит. Поставьте, пожалуйста, сюда номерок. Так, вы главный технолог фабрики. Да, все верно. Я мало что в этом понимаю. Что входит в ваши основные обязанности? Да, практически все. Сейчас, извините. Таня, понимаете, для меня как дочь родная. Я сюда ее устрою. Я не понимаю, как так произошло. Я поверить не могу. Как это? Так, Нина Валентиновна, чтобы понять, как, вам нужно сначала успокоиться. Выпейте воды. И начните отвечать на вопросы. Хорошо. И я так больше не могу? Именно так. Как вы думаете, что бы это значило? Понятия не имею. Вы же сказали, что у Татьяны не было конфликтов. Я, конечно, не могу знать все. Но я знаю точно, что у Татьяны были обязанности, и она хорошо с ними справлялась. Больше мне добавить нечего. Ну, наверное, кроме того, что, знаете, задавать одни и те же вопросы по второму кругу не самая хорошая идея. Появились новые обстоятельства, и мне очень интересно узнать ваше мнение. Я не знаю. Не знаю, что значит фраза «я так больше не могу». Андрей, да ты успокойся. Успокойся. Так же можно и оказаться на скамье подозреваемых, да? Просто следователь делает свою работу, да? Я понимаю. Извините. Раз ты понимаешь, тогда не мешай, пожалуйста. Вот. Вы простите, Андрей, просто у него проблемы в бизнесе. Сережа. Ну, а тут еще эта трагедия. Так не кстати. А вы замужем? Вы сказали, что какие-то проблемы с бизнесом? Можно поподробнее? Потому что какое-то вообще имеет отношение к делу. Или вы что, хотите собственное фарфоровое предприятие запустить? Андрей, ну успокойся ты в самом деле. Ну, я не знаю. Там просто рутина. Ничего особенного. Наталья Павловна, мне нужно вам что-то показать. А, да, сейчас, Оля. Я этого супчика давно знаю. Он одно время Танюшку на работу привозил и забирал. Затем исчез. Потом я у людей узнал, что у них вроде разлад какой-то. То ли она его послала, то ли он ее. А тут, смотрю, опять нарисовался. Он обычно Танюшку снаружи ждал. А тут, смотрю, по цеху ходит, как у себя дома. Установили кто это? Федор Головин, бывший бойфренд погибший. А как этот Федор Головин попал на территорию завода? Ну, у нас же не оборонный объект. Контроль, конечно же, есть. Отлучился человек по нужде, отвлекся. Всякое бывает. А я смотрю, камер для такого предприятия не так уж и много, да? Да, камер немного. И те, что есть, половина в отключке. Значит, мы не сможем отследить его передвижение внутри фабрики? К сожалению, нет. Но видно, как он покидает фабрику. А чем он вообще занимается, этот парень? Да ничем. Видеоблогер. Вот сейчас как раз сижу на его канале. Оригинально. Прям как одноклассники моей дочери. О чем блог? Ну, обо всем и ни о чем. Какие-то обзоры, стримы. Ничего себе. Чего там? У него тут отдельная рубрика, как вернуть девушку. И голосование среди подписчиков, что делать, если она не вернется. Забыть и забить, продолжать молча любить, десять новых соблазнить, пойти и убить. Видите, какой пункт набрал наибольшее количество голосов? Вижу, Оля. Вижу. Да, мам. Что-то срочное? Я хотела уточнить, во сколько ты придешь домой. Мам, еще только начало второго. Если честно, я уже не уверена, что готова сидеть с Гришей каждый день. Я помню, о чем мы договаривались. Но я не думала, что это будет так энергозатратно. Ба, ходи, Буля, ходи. Вот, вот, слышишь? И так целый день. Я не знаю, откуда у него столько сил. Ну, Ба, ну, Буля. Проиграла, проиграла, проиграла. Милый, пойми, мне не двадцать лет. Прости, мам, я больше не могу разговаривать. Я помешала? Прости, если да, я попозже зайду. Нет, что ты, все в порядке. Помнишь, я говорила, что у меня будет желание? Конечно. Помню и жду. Это желание может показаться тебе странным. И если ты не захочешь или тебе нужно домой к жене, то сразу скажи. Сразу скажу, не беспокойся. Я же тебе не подкаблучник какой-нибудь. Очень надеюсь. В общем, я хочу выбрать подарок своему Засику. Кому? Засику, это мой парень, я просто его так называю. И я подобрала джемпер, но боюсь, что могла прогадать с размером. Я понимаю, это вещи, их всегда можно вернуть, но это же подарок. Так хочется, чтобы он сразу подошел. Я не понимаю, чем я могу помочь. А в общем, дело в том, что ты украл у него тело. Или он у себя. В общем, в одной комплекции. Если бы ты согласился, съездил со мной и померил, было бы очень мило. Думаю, без проблем. Серьезно? Спасибо. Слушай, Наташа, у меня тут появились непредвиденные обстоятельства. Нужно помочь в одном мероприятии, я не могу отказать. Так, и что? Я могу не успеть забрать Веру Станцев. Можешь меня подстраховать? Сев, я на месте преступления, в другом конце города. У меня здесь фабрика 100 человек, и каждый может быть причастен к убийству. Всех нужно проверить. Ну, ты можешь как-то на работе ситуацию объяснить? Боюсь, что это невозможно. Ну, ты постарайся. Хорошо, я вызову Вере такси. Ты шутишь? Ты что, новостей не смотришь? А какие еще есть варианты? Самый лучший вариант, если ты ее заберешь. Я повторяю, это невозможно. Прости, больше я не могу разговаривать. Все, пока. Так, ну что, на чем остановились? Да мы не думали останавливаться. Продолжай. В общем, я поговорила с бухгалтерией, с отделом кадров, с рабочими цеха, с айтишниками, с другом генерального директора. А это тот шутник, по-моему, адвокат, да? Да, никто ничего не знает, никто ничего не видел. Вот, а еще мы узнали адрес блогера, а сейчас к нему поедем. А что мы ждем тогда? По коням, по коням, по коням! Да, Виктория, я вам звонила. Это Наталья Ласточкина. Мама Веры. Скажите, пожалуйста, вы еще на танцы ходите? Ну, нет, конечно, не вы, ваша дочь. Нет? Жаль. Ладно, извините, всего доброго. Здесь у нас представлены всякие разные штуки, которые тут на фабрике делаются. Если честно, я ничего не понимаю в фарфоре и не могу сказать, насколько это круто, но Таня понимает, говорит, что это круто. Поэтому, если вы что-то течете в фарфоре и вам есть что написать, жду вас в комментариях. А сейчас давайте заценим, что у нас здесь есть. Именной чайный сервис купеческий на 25 персон. Так, секунду, на сколько персон? Так, если моя семья все соберутся, что вряд ли. Это будет 9 человек. Я брал по максимуму. Слышь, дружок, ты что здесь делаешь? Так, это сюда. Это в корзину. Ну, вроде ничего. Так, а вот и долгожданная мальца. Ну, здрасте. Ух ты. Дорого, богато. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит и на каком основании вы здесь находитесь? Да легко. Так, секунду. Если вам не сложно, говорите на камеру. Четко, четко. Я постараюсь говорить отчетливо. Несколько часов назад твоя бывшая девушка Татьяна Сомова выбросилась из окна. И у нас есть все основания подозревать, что в этом и кто-то помог. Скорее всего. Ты? Как тебе такая информация, а? Таня выбросился из окна. Я ей помог. Что это все значит? Кострова не понимает, товарищ, что все это значит. Объясни, будь добра. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является раскрытие данного преступления. Поэтому мы здесь. Такие дела. То есть вы меня обвиняете в убийстве? Окончательный процессуальный статус участника уголовного процесса определяет следователь. Кострова, я одного понять не могу. Ты на ее рфатике чего? Отличница была? Одна четверка по истории права. А, что ты говоришь? Вот что я тебе скажу, отличница. Дуй-ка быстро доставай нам из-под земли. Двух понятых. И кого-нибудь из технического отдела сюда срочно. Нужно посмотреть все, что здесь этот гений наснимал. Выполнять. Я все покажу? Конечно, покажешь. Куда ты денешься? Это как называется? Я тут уже час стою. Прости, пожалуйста, случилась накладка. Этого больше никогда не повторится. Очень на это надеюсь. Ну, не злись, а. Ну, может, папа не специально? И поехали быстрее. Ты не единственная недовольная у нас. А кто еще? Бабушка. Она говорит, что Гриша вытащил из нее последние нервы. Мам, я забыла сказать. Да? Нам туда отправили список необходимых вещей по технологии. Оказывается, у нас ничего нет. Господи, это срочно? Завтра должно быть с собой. Кофрированный картон, новые кисточки, точинка для карандашей. Кстати, у Пута от телевизора сели батарейки. Клей, гуашь. У нас от черной краски вообще ничего не осталось. Остановись. Я все равно ничего не запомню. Поехали. Сейчас все купим. По-моему, очаровательно. Да, мне тоже так кажется. Тебе как, нравится? Не знаю. По-моему, несколько легкомысленно. Но если тебе нравится... Нет, нет. Если ты предлагаешь, давай, конечно, мы вернемся к первоначальному варианту. Да. А можем мы еще раз померить тот серый? Да, конечно. Сейчас принесу. Спасибо. Слушай, а тебя там не ищут от фонарями? Нет, все в порядке. А может, правда, вот этот? Может, ты в нем такой милый? Мам, ты чего отстаешь? Извини. Кого ты увидела? Все хорошо, Верочка. Идем. Ты говорил, что тебе институтский друг с работой помог? Ну да. А кто именно? А ты его не знаешь. А я думала, я всех знаю. А этого нет. Слушай, я что хотел сказать? Может, ты уволишься? Что? Я же только на работу вышла. Ну и что? Бабушка откровенно не справляется. Еще пару дней и устроит забастовку. В детский сад Гриша ходить не может, сразу заболевает. Няня не вариант, детям не хватает внимания. У тебя на работе один негатив. Занимайся детьми и смотри сериалы. Сева, дорогой. Что? Забудь об этом. Во сколько ты вчера вернулся? Поздно. Я не смотрел на часы. Что у вас там за страсть? Если тебе любопытно, почитай интернет. Я знаю не намного больше. У тебя сейчас начнется веселая жизнь. Допросы, проверки. Слушай, ты что добиваешься? Я никак не пойму. Дай мне, пожалуйста, спокойно позавтракать, допить кофе и пойти на работу. Ладно? Андрей, ну ты же прекрасно знаешь, чего я добиваюсь. Аня, я не продам фабрику. Даже не надейся. Андрей, ну это глупо. Глупо снова возвращаться к этой теме. Ну прости меня. Просто я не могу смотреть на то, как твоя фабрика губит тебя. Я переживаю. Что ты потерял? Расческу. Простите, я запутался. Так я свидетель или все-таки обвиняемый? Обвиняемый. На данном этапе свидетель. На данном этапе. Звучит нерадостно. Кроме того, согласно статье 308 Уголовного кодекса Российской Федерации, свидетель, который отказывается давать показания, наказывается либо штрафом до 40 тысяч рублей, либо общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до года, либо арестом до трех месяцев. Вы не подлежите уголовной ответственности, если отказываетесь свидетельствовать против себя, либо ваших ближайших родственников. Вам понятно? То есть, если я убийца, я могу спокойно молчать, и исправительные работы мне не грозят. Ну, да. И офисы соберутся, что вряд ли. Это будет 9 человек. Я брал по максимуму. Слышь, дружок, ты что здесь делаешь? Мы расстались три месяца назад. Как? Как? Ну, Таня меня бросила. Ну, как она выразилась, несерьезно продолжать строить отношения с несерьезным человеком. Она хотела, чтобы я нашел обычную работу, продавал что-нибудь. Меня и так все устраивало. И как вы на это отреагировали? Да, поначалу норм, ну, расстались и расстались. Потом чувствую, чего-то не хватает. Ну, с одной замутила не то, с другой не то. Попробовал к Танюше подкатить, а она ни в какую. Ну, меня это зацепило. Я начал звонить, писать, цветы присылать. Ну, вы меня понимаете. Ну, да, и начали снимать видео для вашего канала. Да, я подумал, одно другому не мешает. Если я заведу рубрику, как вернуть девушку, это привлечет интерес. Так, несколько дней назад на вашей странице мы нашли вот это. А, я понимаю, к чему уклоните. Пойти и убить? Да я не всерьез. Это так, для градуса. Публика у нас такая кровожадная. Друзья, нам удалось попасть внутрь. Давайте посмотрим, что у них тут происходит, пока нас не выгнали. Ты что, снимаешь здесь, что ли? Ничего не снимаю. Зашел посмотреть. А что, нельзя? Что значит зашел? Камеру выключил свою? Я выключил. Я на работу пришел устраиваться. Попросили подождать. Я здесь гуляю. Пошел вон отсюда. Не знаю, насколько этот день приблизил меня к цели. В любом случае, сдаваться я не собираюсь. Пусть даже не рассчитывает. Если вы хотите дать мне хороший совет, для этого есть комментарии. Напоминаю про возможность поддержать канал. До новых волнующих. Да, Ольга. Наталья Павловна, я посмотрела все видеоматериалы. Головин покинул территорию завода в момент трагедии. Спасибо, Ольга. Так, ладно, подпишите вот здесь. С моих слов записано верно и подпись. И, пожалуйста, в ближайшее время не уезжайте из города, ладно? Как скажете, а что, нашли свидетели, которые видели, что я никого не убивал? Так вы же и есть свидетель. Не понял. По вашей камере видно, что в момент трагедии вы покидали фабрику. Соответственно, вы не могли быть причастным к убийству Сомовой. Хорошо, что я это записал. Значит, Сомова была беременна. А этот Феллини здесь точно не при делах? Точно, я проверяла. К сожалению, в телефоне Сомовой никакой информации по поводу возможного отца не найдено. Сообщений нет, в соцсетях тоже ничего. А я что должен делать? Вызвать двух Сомовой и устроить допрос пристрастии? Ну, это в крайнем случае, товарищ майор. А пока, пожалуйста, будьте внимательны к мелочам, хорошо? Ну, понятно. Сходи, Олег Михайлович, туда не знаю куда. Принеси то не знаю что. Именно так. Ладно, отбой, на связи. Тапочки. Ну-ка, идите к папочке. А тебе выговор вчера не устроили за твое поздное появление? Нет, что-то я все объяснил. А что, если на секрет? Как ты помогал мне свитер выбирать? Не так конкретно. Привет. Привет. Как дела? Работаю, я же на работе. Ваш кофе. Севочка, а у вас что, доставка кофе по кабинетам? Я сделал паузу. А-а. Ну, понятно. Не отвлекаю. Да, я помню эту девушку. Она была здесь буквально неделю назад. Одна была девушка? Нет, ее всегда сопровождал мужчина. А как мужчина выглядел, можете припомнить? Высокий, красивый, хорошо одетый. Ну, я тоже высокий, симпатичный, хорошо одетый. Ну, я бы не сказала. Камера у вас тут есть? В номерах нет. Я что, еще и на извращенца похож? Я имею в виду, над входом в гостиницу есть? Заверяю вас, Андрей Александрович, что наш холдинг играет чисто. Мы не имеем никакого отношения к информационной атаке на производство. Более того, нам, как потенциальным владельцам, такая атака также наносит известный ущерб. Мы не хотим быть владельцами актива с подмоченной репутацией. Знаете, а я останусь при своем мнении по этому поводу. Не волнуйтесь, вы не станете владельцами актива с подмоченной репутацией. Так что передайте, пожалуйста, членам совета директоров или какая у вас там система управления, что мы не будем сидеть, как мыши под вениками, когда нас лупят по всем фронтам. Наш ответ будет адекватный. Я передам. Но, боюсь, меня не поймут. Счастливо. До свидания. Дружище, это, конечно, не мое дело. Я, учитывая обстоятельства, но второе предложение, оно более как-то щедрое. Боюсь, что супруга твоя не будет довольна. Слушай, а она тут при чем? Ты меня только не сдавай. Меня Аня попросила, она звонила, чтобы я на тебя повлиял. Я обещал, я делаю все от меня зависящее. Господи, да поймите вы, с Аней. Завод это дело жизни моего отца, понимаешь? Да. Он же сюда простым мастером пришел и поднялся до директора. Как он все это в девяностые сохранил, но это же отдельная киноэпопея. Здесь вообще ничего не было. Голые стены и один единственный сотрудник. Это он сам. И я, между прочим, тоже здесь вырос. Помню, как-то электричество выключили, а отец как раз заказ намутил. Ну вот, почти голыми руками все сами. И что? Ты хочешь, чтобы я после всего этого вот этот завод воротилом продал? Которые потом будут здесь низкопробный шлак какой-нибудь штамповать? Или унитазы с фамилией Авдеев? Нет уж, простите, я после этого просто себя уважать перестану. я. Да, Ань. Андрей, скажи мне, пожалуйста, что происходит? У нас в доме полиция. Не сказали, что им нужно? Сказали, что у них ордер на обыск. Все. Что происходит, Андрей? Не волнуйся, пожалуйста, Ань. Я сейчас приеду. Что за страсти? Да кипиш какой-то полиция в доме. Полиция? Да, поедешь со мной, можешь пригодиться. Конечно. Андрей Александрович, здравствуйте. Приглашаю вас проехать вместе со мной в следственный комитет. А в чем дело? Снова будете одни и те же вопросы задавать, да? Обязательно буду. Так, не спорь, так надо. Я его адвокат Сергей Боровиков. Я поеду с вами. Да это как вам угодно. Андрей, я напоминаю, что ты можешь не отвечать на данные вопросы. Я понял, понял. Ну, я отвечу. Это ваше? Да, похоже на мою. А где вы ее взяли? Нашли в кабинете с Омовой вчера, после трагедии. И что это означает? Да, я был в кабинете у Татьяны. Я об этом говорил. Вы говорили, что у вас был плановый обход. Совершенно верно. Как же это вы так обход совершали? Что у вас вещи из кармана всыпались, а? Слушайте, а что, собственно, это доказывает? О чем может сказать просто расческа на пол? Да. У вас был роман с Татьяной? Ну, это-то к чему? Да, у нас был роман с Таней. Конечно, с этической точки зрения это не совсем здорово, но я не понимаю, каким образом это связано с ее самоубийством. А с чего это вы взяли, что это было самоубийство? А что еще? Кому понадобится убивать молодую красивую девушку, которая никому ничего плохого не сделала? Вам, например. А мне-то с какого перепугу? Не знаю. Может, она вас шантажировала, грозилась обо всем рассказать жене. Или наоборот, давайте пофантазируем. Татьяну тяготила связь с женатым мужчиной, и она решила вернуться к своему придурку-блогеру. А вам это сильно не понравилось. Это чушь какая-то. Вообще, что они несут? Андрей, успокойся. Они могут предполагать, это не обвинение. А меня не в чем обвинять. Вам Татьяна говорила, что она в положении? Что? Она была беременна? Мы старались быть аккуратными. Таня принимала какие-то таблетки. Таблетки не всегда срабатывают. Все равно я не понимаю, какая взаимосвязь. Очень простая. Отдельная взятая расческа может ни о чем не говорить. Ну, просто выпала, забыли. А вот если эта расческа принадлежит человеку, у которого есть мотив, который находился на месте преступления, может сказать об очень многом. Я никого не убивал. Слушайте, я никого не убивал! Ну-ка на место, сядь, клоун! Пока я на тебя наручники не надел. Сядь. Андрей, давай на самом деле успокоимся. Но в твоем положении лучше прислушаться к товарищу оперуполномоченному. Простите, товарищ капитан. Продолжайте. Спасибо, товарищ майор. Значит так. Да куда ты? Я первая. Я вторая. Вот третий. А папа приставку нам купил. Хорошо. Вы поужинали без тебя? Я надеюсь, ты не обидишься. Я совершенно не хочу есть. Мама, хочешь поиграть? Сам играй. Все в порядке? Не знаю. Я первый. ими. ПЕЧАВА Я, конечно, извиняюсь, а что ты делаешь? Ты меня испугала. Извини, пожалуйста, так что ты делаешь? Я что делаю? Это ты что делаешь? Я тебе скажу, что я не делаю. Я не копаюсь в чужом телефоне посреди ночи. А я? Тихо. Дети спят. А я бы тоже не копалась в твоем телефоне, если бы ты мне не врал. Когда я тебе... Тише. Дети спят. Когда я тебе врал? Когда я сказал, что на работу тебя устроил товарищ, которого я не знаю. А на самом деле это была эта... Вертихвостка. Кристина ее зовут. Кристина. За которой ты бегал, как мальчик, на протяжении всего института. Почему ты мне не сказал? Потому что я знал, что тебе это будет неприятно. Вы женщины всегда болезненно реагируете на всякую ерунду. Естественно, мне было бы это неприятно. Я помню, как она забавлялась того, как с игрушкой. Я вас видела в торговом центре. В свой первый рабочий день, когда ты сказала, что у тебя какое-то важное мероприятие. Ты стояла, мерила свитер, а она тебя гладила, гладила. Это что же за мероприятие такое, а? Она попросила помочь выбрать свитер для ее парня. Мы с ним одной комплекции. Одной комплекции? И ты хочешь, чтобы я в это поверила? Да, потому что это правда. Кристина редкая стерва. Я помню, как ей нравилось, что парни перед ней на задних лапках ходят, в рот заглядывают. А еще я помню, как она тебя увезти хотела, когда мы только начали встречаться. Это было сто лет назад. Люди не меняются. Поэтому я и веду себя, как последняя дура. Потому что боюсь, что семья наша развалится. И дети без отца останутся. Так что, на. Извини меня, пожалуйста. Ну, чего еще? Это ты меня прости. Конечно, мне было нужно тебе все рассказать. Я просто так хотел получить эту работу, ну, хоть какую-нибудь работу, если быть точным. Я хочу спать. Ты ошибаешься насчет Кристины. Она изменилась. Люди не меняются. Ну, что, все нормально? Да, нормально. Так, ну что, друзья, в бой. Шашки на голову. Тань, Танюша. Господи, что ты тут делаешь? Совершенно случайно. Мимо проезжал. Дай, думаю, заскочу. Может, Танюша до работы подброшу. Знаю я твою случайно. Иди кому-нибудь другому лапшу на уши вешать. Какая разница? Случайно, специально. Я здесь, ты здесь. Давайте отвезу. Мам, это дно. Почему? Потому что мне от тебя ничего не надо. Что значит дно? Дно в смысле трэш. Еще раз? Короче, у нас такую фигню даже при фоклашке не смотрят. Тебе в школу не пора? Нет, еще 10 минут. Мы приехали рано. Что там дальше? Не отвлекайся, пожалуйста, от дороги. Мы сейчас в аварию попадем. Не волнуйся. За рулем ас. Хочешь рассказать зрителям канала? А давай я никому ничего рассказывать не буду. Пока, мам. Хорошо, хорошо. Только не нервничай. Да, Наталья Павловна, слушаю. Ольга, доброе утро. Вы смотрели видео, когда Головин везет Сомова на фабрику? Да, я посмотрела все, что он снял. Тут я вижу, что Сомова просматривает почту и есть письмо с темой экспертиза. Но дело в том, что я просматривала все письма. Полученные, отправленные за последние два месяца. И никакой экспертизы не было. Ничего себе у вас зрение. А есть возможность восстановить письмо? Я поговорю с айтишниками. Здорово. Здорово. Ну, как ты тут? Да так, хвастаться особенно нечем. Как Аня? Ты разговаривал с ней? Да, разговаривал. Прямо скажем, она не в восторге от твоего романа с погибшей. Надо думать. Что? Тоже считает, что это я выбросил девушку из окна. Этого я не знаю. Знаю, что она хочет продать фабрику. Да, она уже попросила меня связаться с олигархами. Сереж, этого не может быть. Она этого не сделает. Все в ее руках. Помнишь, три года назад, когда фабрика проходила через банкротство, мы что сделали? Мы все перекинули на нее. Формально. Ей все принадлежит. Твою мать. Ну, дружище, я бы с удовольствием посидел за тебя, лишь бы ты поговорил с супругой. Но это невозможно. Ты должен ее убедить, понимаешь? Как ты это себе представляешь? Я понятия не имею. Ну, скажи, что я люблю ее. Я все ей объясню. Я невиновен. Я скоро выберусь отцу. Я все скажу. Сереж, ну, ты же понимаешь, ты моя последняя надежда. Все, что угодно, но только не продажа. Да, Ольга? Наталья Павловна, ребятам удалось восстановить письмо, они только что прислали мне его на почту. Кстати, письмо было удалено буквально через две минуты после гибели Сомовой. Так, и что в письме? Как я поняла, Татьяна Сомова в частном порядке отправила на независимую экспертизу образцы фарфора. Интересно, зачем это? Могу предположить, что у нее были подозрения по поводу качества продукции. Эксперт пишет, что представлены на экспертизу фарфора низкого качества и не соответствуют заявленным характеристикам. Я думаю, стоит поговорить с технологом предприятия и узнать ее мнение. А вот с этим, кажется, уже будут сложности. Почему? Ее убили. Задушили прямо на фабрике. Мы с Олегом Михайловичем уже почти на месте. Привет. Как дела? Спасибо. Лучше всех. Слушай, мне тут подруга скинула два билета в театр на какую-то современную драму. Но я, честно говоря, не особо в этом разбираюсь, а ты? Если честно, не особо силен. Вот давай вместе разберемся. Сегодня вечером. Ты же на машине? Подожди, не гони. Как же твой жених, которому мы свитер выбирали? Как он на это посмотрит? Даже не вспоминай. Будем считать, что его нет. Так что? Что, свитер не понравился, и я старался как мог. Забудь о нем. Что с театром? Составишь компанию? Крис, ты не обижайся, но я пас. А что такое? Какие-то срочные дела? Мне будет сложно объяснить это жене. Все такое же правильное, Сева. И никакого рок-н-ролла. Прости, что бросаю тебя в этой драме. Переживу. Да, там компания заинтересовалась одним активом, а именно языковой онлайн-школой. Нужна твоя аналитика. Нужна будет. Сейчас доберусь до кабинета и пришлю тебе все на почту. Не затягивай. Делюсь важной информацией. Запоминай сразу, второй раз не поделюсь. Во время убийства на фабрике работали сотрудники, но никто ничего не видел и не слышал из-за шума. Нину Аверьянову задушили голыми руками. Вчера вечером задушили в районе 22-23. Убийца оттащил тело в угол, накрыл брезентом, где его и обнаружил в районе 9 утра местный рабочий. Итак, немаловажная деталь. Девушка перед смертью сопротивлялась, вот это обнаружили у нее в руке. Вот я где-то это видела. Ты могла его видеть на рукаве у охранника Васильченко, который по случайному стечению обстоятельств как раз вчера вечером был на посту. А сейчас он где? А вот об этом нам поведает оперуполномоченный Кострова, который уходил обеседовать со сменщиком Васильченко. Сменщик сказал, что Васильченко позвонил ему в 5 утра и попросил сменить ввиду плохого самочувствия. По итогу он его не дождался и уехал. А ему звонили? Сменщик звонил при мне, телефон выключен. Вот, а еще в ведре была найдена бутылка из-под водки. Веселая ночь была у парня. Адрес этого персонажа есть? Есть. Капитан Солнышкина. Ласточкина. Ну хорошо, капитан Ласточкина. Мы вас оставляем, если соскучитесь, звоните. Кострова, пойдем? Ну все, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Не похоже, чтобы Васильченко здесь появлялся. Что, думаете, подался в бега? Все может быть. Знаешь, что, Кострова, пробегись-ка ты по соседям и поспрашивай. Может, еще знает, кто что видел. Что, например? Без понятия. На данном этапе следствия любая информация будет полезной, товарищ Костров. Вы выполняете. Есть. Ну, здрасте. Кострова! Ты ушла уже, что ли? Добрый день. Уголовный розыск. Ничего себе. Здрасте. Все нормально. Соседа вашего ищем. Этого? 63-й? Да, его, Семена Васильченко. Случайно, не знаете, где он может быть? Без понятия. Ну, а так, вообще, можете что-нибудь про него рассказать? Ну, а что сказать-то? Хороший мужик, рукастый. Тут недавно мне по сантехнике помог. Ну, конечно, не без этого. Ну, а кто у нас сейчас без этого? А что натворил-то? Да ничего, рано пока об этом говорить. Вот, если что-то увидите, дайте знать. Спасибо. Не вопрос. До свидания. Светочка, ну ты актриса, прима. По тебе сцена плачет. Ага, две сцены. Лучше колись, что натворил. Чудо мое. А что я могу натворить? Вот я и спрашиваю, не знаю, что. Ничего. А менты на ровном месте суетятся? Я так и поверила. Да черт их знает, что они суетятся. Стянул что? Да ты что? Я же у тебя ангел. Это ты сердце мое стянула. Горе мое. Смотри, будешь плохо себя вести, сдам и глазами моргну. Не понимаю, что тебя на этот раз смущает. По-моему, все очевидно и просто. Картина маслом. Охранник по пьяной лавочке задушил бедную женщину. Может она, я не знаю, денег ему не давала или посмотрела коса. Сама же знаешь. По этому делу, а свой повод не нужен. А Сомову из окна выкинул Авдеев? А Сомову Авдеев. Потому что она с него деньги тянула. А он и не выдержал. Ты же сама говорила, что он заводится с полоборота. Ну да, так и есть. Весь кабинет в его отпечатках пальцев, под ее ногтями, его кожа сопротивлялась девчонка. Авдеев говорил, что они в то утро занимались сексом. И экспертиза это подтвердила. Ну так тем более. От любви до ненависти один шаг. Слышала такое выражение? Недаром же люди его придумали. Я не знаю, что тебя тут смущает. Ладно, нечего тут голову ломать. Ты говоришь, Васильченко у нас в федеральном розыске? Угу, там. Ну вот, я не думаю, что за ним придется долго бегать. Он нам все и расскажет. Что к чему? И еще кое-что. Была еще независимая экспертиза, которую заказала Сомова. Вот интересно, сама или по чьей-то инициативе? Милая, мне стыдно. Прости, что? Я говорю, мне стыдно. Мы детей кормим фастфудом. Это заморозка. Да какая разница? Фигней мы их кормим. Еще немного перейдем на бичпакеты. Хочу бить пакет. Да у тебя после него желудок отвалится. Твоя мама не хочет готовить. А у нас с тобой нет на это времени. Будет выходной, я попробую приготовить на всю неделю. Или можем заказывать готовую еду. Многие так делают. Я знаю, что делают. Но неизвестно, где она готовится и с чего. Что нужно сделать, чтобы тебе угодить? Написать заявление по собственному желанию. Я тебе уже говорила, забудь об этом. Я поверить не могу. Применять родных детей на уголовниках. А ты на кого променял? На кучу чужих денег. Я мужчина, я должен работать. Так вот вставай за плиту и работай. Кто тебе мешает? Папа, мама, хватит. Мне неприятно, когда вы ссоритесь. Прости, пожалуйста, мы случайно. А мне нормально. Можете продолжать? Дети спят. Я хотел извиниться перед тобой. Я не должен был тебя обманывать. Прости меня. Ты была права насчет той женщины, но беспокоиться не о чем. Ты можешь на меня посмотреть? Что ты делаешь? Я тебя люблю. Беспокоиться не о чем. Я это сразу поняла. Я это не поняла. Ну, ты что? Мы хотя бы наверх пойдем. Я не хочу наверх. Ну, нас смотрят. Юджин. Ну, ты отсюда. Пусть смотрит. На, вот глянь. Вы знали, что Сомова обратилась к независимым экспертам? Нет, не знал. Как вы думаете, почему она это сделала? Я не умею читать мысли чужих людей. Ты умеешь? Угу. А, это нет. Я всегда мечтал научиться читать мысли прекрасных женщин. У вас есть предположения по этому поводу? Зачем вам наши предположения, если вы мне не верите? Мы так далеко не уедем. Я правильно понимаю, что в последнее время ваш бизнес столкнулся с информационной атакой? Вышло несколько статей, в которых было написано, что качество продукции фарфорового дома Авдеева резко падает вниз. Мне нечего добавить. И вы списали это на происки конкурентов. Это не конкуренты, это... Серёж, объясни, пожалуйста. Фарфоровый дом Авдеевых хочет купить крупная корпорация. А вы не думали, что корпорация здесь ни при чём? А просто ваш фарфор уже не тот, что был раньше. Этого не может быть. Технолог Нина Аверьянова была главным ответственным за качество продукции. Вы знаете, что с ней произошло? Вам сообщили? Да, да, да. Да, я в курсе. И что вы думаете? А я ничего не думаю. Я просто хочу побыстрее выйти отсюда. По-моему, ваш подзащитный ждёт больших неприятностей. Он всегда был таким упёртым. Сколько лет знаю, Андрея. Про таких людей говорят, лбом стены пробивает. Ну, в его положении это очень важное умение. А ваши чувства юмора так же прекрасны, как и ваши глаза. Рад был видеть вас. Жаль, что при таких обстоятельствах. Но я сохраню вашу улыбку в памяти. А если всё-таки... Если качество продукции действительно оставляет желать лучшего? Ну, так ничего удивительного. Сначала, чтобы народ привлечь, дают качество. Потом начинают лепить из говна и палок. Мне кажется, Авдеев человек, который за идею. Все за идею. Пока большие деньги не появляются. А вот в то, что он мог не поставить в известность Сому, и она до последнего была уверена, что они делают лучший парпор в мире, в это я могу поверить. И разбилась её вера и надежда на счастливую семейную жизнь с директором. Да. И сама она не уцелела. Как тебе такая сказочка? Ну, если Авдеев такой циничный, почему же он тогда фабрику не продаст? Раз у него на столе такое супервыгодное предложение. Не знаю. Какие-то, наверное, внутренние причины. А если он ничего не знал? И брат гнали за его спиной? Да, конечно. Товарищ майор, чего вы удивляетесь? Миллионы случаев, когда сотрудники обманывают боссов и воруют. Товарищ капитан, я бы охотно согласился с вашей версией, если бы мне не рассказали, что Авдеев только что не ночевал на фабрике, а иногда, кстати, и ночевал. Парируйте. Как вариант? Ну-ка. Брак начали гнать недавно. Угу. И это совпало с этим выгодным предложением. Поэтому Авдеев и решил, что все дело не в качестве фарфора, а это желание купить его фабрику любой ценой. А Сомова пошла дальше и обратилась к независимым экспертам. И не поставила в известность Авдеев. Это как вообще? Товарищ майор, а это очень просто. Она не хотела подставлять близкого человека, Инну Аверьянову. Точно. Аверьянова же говорила ей, что Сомова как дочь. Да? Инна Аверьянова, между прочим, главный технолог. Я помню, кто такая Аверьянова. И еще кое-что. За пару месяцев до появления негативной информации в прессе фарфоровый завод Авдеева поменял поставщика глины. И подписали договор с ООО «Новорижская глина». Не знаю, но мне кажется, это должно быть как-то связано между собой. Не знала, что глина бывает хорошая или плохая. Вы мне, барышни, голову сломаете. Костровы, одевайся, поехали. Куда? Что значит куда? Глину месить. Новорижскую. Привет. Просила зайти? Да, проходи, пожалуйста. Прочитала я твое мнение об этой онлайн-школе иностранных языков. Не сказать, чтобы ты был в восторге. По-моему, они обычные мошенники. Громкое заявление. Заявленная прибыль, по большому счету, ничем не подтверждена. Их объяснение, что они работают через систему, связанную друг с другом ИП, курм на смех. Я, кстати, не уверен, что это в принципе законно. Их страницы в социальных сетях набиты ботами. Реальных отзывов об их работе крайне мало. И при всем при этом, они хотят за свой якобы бизнес довольно большие деньги. Ну, я согласна. У ребят не все гладко, но видишь ли, в чем тонкость? Я уже сказала Артамунову, что эта школа горячий пирожок. И будет грех ее упустить. Скажи, что ошиблась. Не вижу в этом большой проблемы, мы все ошибаемся. Так не пойдет. Давай мы сделаем по-другому. Ты напишешь новый отчет и порекомендуешь эту школу к немедленной покупке по заявленной цене. Кристина, я не могу порекомендовать своему работодателю купить токсичный актив. Я ничего плохого не сделала. Ты получил это место благодаря мне? Я тебе очень благодарен. И я даже выполнил твое желание. Ты рискуешь потерять это место. Извини, у меня много работы. Как стал партнером, как все становятся. Люди работают через тендер, мы дали свои цены, выиграли. С тех пор работаем. То есть, ваши цены оказались ниже, да? Наверное, раз меня выбрали. А качество? Качество, качество. Раз со стороны клиента нет нареканий, значит все устраивает. Со стороны клиента, может и нет. Если вас что-то смущает, то все необходимые сертификаты есть в наличии. Вон они. Что ж за люди такие? Не хотят по-хорошему. Мил человек, не надо передо мной тут понты колотить. Вы же прекрасно знаете, первая проверка. И ваша контора пяти минут не продержится. Я не понимаю. А я думаю, все вы прекрасно понимаете. У вас официально в штате сколько? Два человека. Только в соседнем кабинете четыре девицы сидят. Мы пока сюда шли, я заглянул. Вопрос. На каком основании девицы получают зарплату? А главное, как? Открываем словарь на букву О. Обнал от двухсот пятидесяти, особо крупный размер, до десяти лет. А вы двести пятьдесят, я так думаю, не за месяц, а за день обналичиваете. Но нас с коллегой все эти экономические вензеля мало волнуют. Вы нам лучше расскажите, почему на Авдеевской фабрике народ так увлеченно друг друга крошит. Вот именно. Если вам есть, что на эту тему рассказать, мы вас сейчас внимательно выслушаем. Так, доступно объяснил или повторить? Да нет, вполне доступно. Вот, замечательно. Приступим? Да. По подозрению в жестоком убийстве... Как вода, не горит? Нет, нет. Парфорового дома Авдеев, Семен Васильченко. Органы внутренних дел просят всех, кто располагает какую-либо информацию о местоположении... Семен, можно поаккуратнее? Извините. По телефону указано мне же. Печально это осознавать, капитан Ласточкина, но ты оказалась права. Стрекалов признал, качество и глины не соответствуют необходимым стандартам. Такие дела. А этот Стрекалов сказал, с кем имел дела на фабрике? Сказал, конечно, с Ниной Аверьяновой. На Аверьянову было оформлено фиктивное ИП. Оформленное на мигранта, который уже два года не живет в России. Вот. Молодец, Кострова. У этого глинамеса с этим ИП был фиктивный договор. Якобы они оказывают ему консалтинговые услуги. Ну, соответственно, он раз в месяц перечислял на счет ИП определенную сумму. Далеко не факт, что доступ к банковскому счету этого ИП имела только Аверьянова. Ну, Стрекалов утверждает, что имел дело только с Ниной Аверьяновой. Я не знаю, насколько возможно верить его словам. Ну, тогда мы в тупике. Ладно, отбой в тупике. Че, что, сразу в тупике. Вот неужели трудно понять, что убийство Сомовой-то одно, а убийство Аверьянова-то другое. Да, случайно. А схема с глиной-то вообще третья. Кострова, вот сама поз... Никому до меня нет дела. Угу. Васильченко объявился. Да ладно. Очень сложная игра для наших ребят. Гришин... Давай, давай, давай. Хорошая защита передает посох. Какой опасный момент. Котенок, ты... Удар. Я тебе сообщение отправлял. А то тут такой футбол, что на сухую не заходит. И все еще играть за макрой. А в конволь, говорят, для организма в рейдом. Хорошая нападение. Слыхал? Гришин, удар. На месте израильский братат отбивает мяч. Вы что, прикалываетесь? Нет. Вы это серьезно? Да. Я задушил Нину. Вы серьезно так думаете? У нас есть для этого некоторые основания. Вы о чем? О нашем недороманчике? Так это вообще не серьезно. Одинокая баба пригласила в гости. Потом еще раз. И все, все. Она вообще не в моем вкусе. Зачем мне ее было душить? То есть была бы в вашем вкусе. Задушили бы. Господь с вами. Это ваш? Вроде мой. Потерял его недавно. Где вы его нашли? А в руке нашли. У Нины Аверьяновой. Вы как-то можете это прокомментировать? Да понятия не имею. Я же вам говорил. Я ее пальцем не трогал. Я так и думал. Расскажите про ваше последнее дежурство. Там особо рассказывать нечего. Единственное, решил я бутылочку раздавить вечером. Да паленка оказалась. Сначала вырубила часа на три. Потом башка трещала. Мама, не горюй. Но я напарнику позвонил. Пораньше с обеда снялся. К дому подхожу, думаю, но надо как-то здоровье поправить. К Светке заглянул. Ну, у нее задачка моя была. Вот. А зачем? Телефон выключили. Почему стали скрываться от полиции? Вот именно. Ну, мы же все не святые. И я не ангел на одну зарплату сторожа жить. Вот и подмутились с ребятами небольшой бизнес. Я-то думал, вы меня за него кошмарите. Что за бизнес? А я вам рассказывал, товарищ капитан, что за бизнес. У этого ухоя на кухне несколько коробок с посудой нашли. Обборовывали фабрику. Вы, кстати, потом-то куда девали эти черепки? Ну, когда в магазин за полцены? Когда по интернету? Да много вариантов. Я-то думал, вы меня из-за этого. Что за люди такие, товарищ капитан? Фарфор с фабрики коробками выносят. Да мы аккуратно. Тайными тропами. А, ну это все меняет. Тогда вы молодцы. Да? Угу. Господи, Вера, где бабушка? Что происходит? Бабушка ушла, у нее встреча с подругой. Замечательно. Но это не повод устраивать не пойми что. Мы с Гришей решили приготовить вам ужин, чтобы вы не ссорили. Что такого? Это очень опасно. Ты дом могла сжечь. И тебя с Гришей вместе с ним. Ну не сожгла же. Так, давайте уберем, пока папа не пришел. Юджин готов все съесть. Юджину это есть опасно. Привет. А чем так вкусно пахнет? А это дети хотели нам сделать сюрприз. И что в итоге? Мы будем есть в ресторане. Ура! Хочу в ресторан. Ну, то есть, Наталья Павловна считает, что Васильченко говорит правду. Нет, не так. Чувство правды подсказывает Наталье Павловне, что Васильченко мало похож на человека, способного организовать преступную схему, подразумевающую поставки некачественного сырья. Понимаешь? Ну и кто же тогда организатор? Аверьянова? А вот на эту тему чувство правды еще не высказывалось. Ждем. А можно вопрос? Конечно, Гришенко. А где бы мы жили, если бы Вер сожгла дом? Что? Я что-то пропустил? Ничего существенного. Сева, а мы можем заехать в одно место? Детям спать пора. Да мы быстро, на пять минут. Вот, 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 сейчас направо, 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 направо. Это лево. А, да, налево. А. Ну, ты бы хоть предупреждала, что тут сплошные ямы. Чудо, что мы колесо не оставили. А где мы? Это фабрика по производству фарфоровых изделий. А что мы здесь делаем? Мама хочет купить сервиз. Я хочу проверить тайную тропу. Ура! Чурьявну и вейцу! Ты ищешь улики? Совершенно верно. А зачем тебе улитки? Они противные. Не улитки, а улики. Это следы, которые оставляют преступник. И, похоже, их здесь нет. Давайте в машину. Надеюсь, нам повезет больше, чем нашим предшественникам. В плане? Судя по всему, тут тот пробил колесо. С чего ты решил? Тот менял здесь колесо и потерял болт. Ума не приложу, кому понадобилось сюда ехать. Интересно, а по болту можно узнать, в каком колесе он стоял? Это скорее к тебе вопрос. Понятно. Надо будет начнить. Олег Михайлович, добрый день. Как успехи? Имени главного преступника, написанного красным фломастером на стене, мы не нашли. К сожалению. Как и мемуаров страниц на 200 под названием «Как я стала преступницей» и «Кто в этом виноват». Жаль. Угу. Это потому, Ласточкина, что ты не любишь просто так время тратить, дурака валять. А вот мы с Костровой обожаем это занятие. Да, Кострова? Угу. Товарищ майор, если найдете что-нибудь интересное, звоните. Если захотите поупражняться в остроумии, не стоит. Всенепременно, товарищ капитан. Отбой. Что там у тебя? Письма. Не понял. Еще существуют люди, которые пишут бумажные письма. Но моя бабушка, к примеру, не умеет пользоваться компьютером. Да ладно. А вот это, похоже, Аверьянова еще не успела отправить. Да, это тот самый договор. Если бы мы решили в последний момент внести изменения, мы бы поставили вас в известность. Так что я подписала? Ну, это твое решение. Ты знаешь, как я ненавижу эту фабрику и все, что с ней связано. Я сожалею, что сделка произошла подобным образом. Надеюсь, с вашим супругом все будет хорошо. Мне все равно. Ну что ж, тогда мне остается поставить свою подпись. Одну секунду. Поскольку мы здесь все честные люди, и никто не хочет никого обманывать. Ах, вот. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом. Сергей, а что это? Это расписка. Здесь написано, что ваш супруг взял взаимы и крупную сумму денег у Сергея Боровикова в залог ООО «Фарфоровый дом Авдеев», его активов и недвижимого и движимого имущества. Ну и что? Все равно все оформлено на меня. Судя по всему, расписка была составлена до того, как собственность ушла под другое юридическое лицо. Подождите, но этого не может быть. Если бы мой муж был что-то должен, я бы об этом знала. Это расписка-подделка. Так? Подождите, но они же делают все, чтобы я просто не продала фабрику. В любом случае, расписка составлена верно. Подпись и печать нотариуса тоже присутствуют. Сергей, ты говорил, что все нотариусы города у тебя ходят по ниточке. А, Анечка, я не хотел с этим связываться вообще. Саша, позволение, я ухожу. Подождите, подождите, пожалуйста. Ну неужели ничего нельзя сделать? Сделать можно все, но заниматься этим должен точно не я. Всего хорошего. До свидания. Сережа. Сережа. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Встретиться с вашим подзащитным. Да. Думаю, встреча произойдет более эффективно, если вы будете присутствовать. Да, хорошо. Я обязательно буду присутствовать. Я слушаю. Игорь Васильевич просит вас немедленно зайти. Да-да, войдите. Здравствуйте. Садитесь. Все, Влад Викторович, я пригласил вас, чтобы поговорить по поводу вашей оценки онлайн-школы иностранных языков. Кристина Анатольевна утверждает, что сделка не состоялась из-за вас, и мы упустили выгодное предложение. Право Кристины Анатольевны так утверждать? Думаю, вы прекрасно знаете, что бизнес – это всегда риск. А бизнес в России – это риск втройне. Трудно найти преуспевающую компанию, которая все делает по правилам. И, конечно же, этим пользуются мошенники. И нам, нам с вами, как крупному инвестиционному фонду, очень нужны и важны сотрудники, понимающие, что к чему. Ну, вы понимаете, что я говорю. Излишний осторожный сотрудник в нашем деле может принести столько же вреда, сколько и излишний рисковый. Игорь Васильевич, я считаю, что это... Я не люблю, когда меня перебивают. Впрочем, никто не любит. А то, что вы считаете, я изучил. И должен сказать, что ваш анализ меня впечатлил. Это серьезный труд. И сколько вы на него потратили? Сутки! Вы большой молодец, это серьезно. Кристина Анатольевна, а вам отдельное спасибо за такого сотрудника. Вы тоже большая молодец. Нина Аверьянова написала вам письмо. Чушь какая-то. Зачем Нине, которая знает меня 20 лет, писать письмо? Она в любой момент могла зайти ко мне в кабинет. Я думаю, она чувствовала свою вину. И не могла вам все сказать в глаза. И, как я понимаю, собиралась уехать из города. Вы сказали, вину? Письмо адресовано вам. Прочитайте, пожалуйста. И желательно вслух. Да, желательно. Пожалуйста. Пожалуйста. Дорогой Андрей, я сильно виновата перед тобой. Конечно, я могу сослаться на тяжелые обстоятельства, окружившие меня со всех сторон. У Нины три года назад сын неудачно прыгнул в воду, сломал позвоночник. С тех пор он в коляске. Нина только и успевала возить его из санатория в санаторий. Я в курсе. А я ей помогал разобраться с валютной ипотекой. А я в курсе. Я прекрасно знаю, что фарфоровое дело значит для тебя. Знаю, что твой отец вложил в него всю свою жизнь. Вижу, как каждый день ты умираешь для того, чтобы вытащить производство. Мне нет прощения. Потому что я виновата в смерти моей любимой девочки, Танюши Сомовой. Все, что я могу, это сказать имя человека, загубившего дело твоей жизни. А ты уже сам решишь, что тебе стоит предпринять. Ой-ой-ой. Извините, я совсем забыл. Прошу прощения. У меня через две минуты назначен очень серьезный разговор. Я вернусь. Андрей, я вернусь. Здорово, адвокат. Не боишься без болта ездить. Отвалится колесо на ходу и улетишь с трассы. Благодарю. Девчонка-то зачем было убивать, а? Да. Сама виновата. Девчонка. Ей бы вот, когда она узнала результаты экспертизы, к Андрею бежать, а она Нину пожалела. Нину. Ну, Нина ее знает, Нина ее устроила на работу. Ну, я в курсе. Ну, вот. Она встретилась с Ниной. Сказала, что она все знает. Но я-то, дебил-то, поделиной подумал-то по-своему. Ну, то, что она, типа, там вдоль ухочет. Вот. Я пришел с ней поговорить. Я так понимаю, разговор не задался, да? Угу. Она стала кричать, схватила телефон, грозилась позвонить Авдееву. Я понял, что надо что-то делать. Окно было открыто. Единственное, я про эту Сомову ничего не знал. Что у нее хорошо, что плохо. Есть жених, нет жениха. Потом подумал, что это может быть похоже на самоубийство. И решил затереть следы. Ну, и набросал на компьютере нечто на все случаи жизни. Когда вы познакомились с Ниной Аверьяновой? С Ниночкой? Ну, пару лет назад, по просьбе Авдеева. Я решил ее жилищный вопрос. Вот. А потом мне поступило предложение, чтобы залезть на фабрику с чужой глиной. Она сказала, что эта глина не соответствует качеству, но она готова была закрыть на это глаза. Вот врать тут не надо. Браво, товарищ капитан. Это вы ей предложили закрыть глаза, зная ее тяжелые обстоятельства. А она, как могла, пыталась скрыть недостатки новорежской глины. Но качество продукции все падало и падало. Появился негатив в информационном поле. Но вам повезло. Крупный холдинг в это время захотел купить фабрику. Но все бы ничего, если бы Сомова не начала собственное расследование и не обратилась бы к независимым экспертам. Ну, а после убийства Сомовой Барвяков не мог оставить Аверьянову в живых. Он пытался ей объяснить, что не причастен к падению Сомовой, но понял, что та не поверила. Единственное, что он не смог предусмотреть, это то, что Аверьянова напишет Авдееву письмо. А письмо я написала. От Аверьяновой был только конверт. Ах, даже так. А я думал, что у нас стопроцентная улика. Зато у нас чистосердечная, а это тоже неплохо. Это да. До свидания. Да, Сева. Наташа, это стихийное бедствие. Мама снова их оставила буквально на 15 минут. Гриша взял твою краску для волос и покрасил Юджину голову. Понимаешь, да? Был бернский зеленхунт, стал золотистый ретривер. Ты спросишь, где в этот момент была Вера? Вера решила заняться стиркой. Выбрала не тот режим, и теперь у меня нет белых рубашек. Понимаешь, ни единой рубашки. Севочка, я уже еду. Ты спросишь, почему, не чаще. Ди центров wielu рубашек. Да. Так, да. То есть, я есть забыла. И врач был segugang обрушений,